Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в эфире The Links в Homefront подкаст. Сегодня у нас 22 выпуск и с вами эфире Like All! Всем привет! Паул! Приветствую всех! Сайбер! Всем привет и сегодня со мной моя девушка, она сейчас тоже скажет что-нибудь. Всем привет! Я зовут Вика и она тоже что-нибудь будет говорить иногда. О боже, женщина в эфире. Дэд, всем привет! И господин Синус. Ну то есть как бы здрасьте. То бишь ты. То бишь я. Всем здрасьте, сегодня у нас что? Сегодня у нас много всего интересного. Начинаем! Сегодня мы начнем с интервью нашего гостя, который мы уже пробовали несколько раз превышать его, но что-то не случилось. Ну и у нас сейчас есть человек с организацией PC4Kids и пусть он расскажет нам сначала собственно кто он такой и как он именно пришел в Linux. Еще раз всем привет! Меня зовут Мурат, я живу в Баку. Это же практически историческая родина моя. Привет! Привет! Пока что 19 лет, студент, но в планах стать системным администратором. Как пришел в Linux года три назад в колледже на втором курсе услышал слово Linux, нагуглил, вышло первым делом Ubuntu, решил попробовать и втянулся. Это какая версия Ubuntu была? Тогда только-только вышло 1204. Ну в общем-то достаточно недавно, года три назад, я так полагаю. Да, год три получается. У меня первая Ubuntu была 7-10. Это еще 2007 год. Уж считай, сколько, 8 лет назад. Второй мы. А у меня была Entrepid IBEX, присланная на диске. Когда-то Ubuntu прислали на диске. Правда, того, что прислали на диске не хватало для того, чтобы сделать полноценную систему при наличии 3G модема со 100 гигабайтами трафика в месяц. Но, однако же, меня это все понравилось. Это был 2009 год. Недавно раскопал компьютер. На нем установлена Ubuntu 7-10, по-моему. И с момента установки его, кажется, не очень часто включали. Там что-то около трех тысяч дней был не проверен диск. А нет, две тысячи двенадцать дней, по-моему, был не проверен диск. То есть, очень старый комп. Неплохо. Я первый раз выделил шестую Ubuntu, а более плотно уже пробовал работать с восьмой. Окей, ну и расскажи нам об организации. Как ты туда попал и почему ты делаешь это? Вообще, организация PCS4Kids была организована Джимом Вольпом. Это чувак из Нидерланд, который некоторое время жил в Баку. Открыл тут организацию. Точнее, начал тут проект и поехал обратно в Нидерланды. Он тут просто поженился на одной местной, поэтому. Суть проекта это собирать бувшные компы использованные, чинить их, если надо, устанавливать контент и отдавать в детские дома, школы, интернаты и прочее. Вообще, полное название PCS4Kids Education, то есть мы также как бы по идее несем образовательный контент, но сейчас на данный момент самый большой минус в том, что у нас просто нет волонтеров, которые бы ходили постоянно в эти детские дома и обучали детей. То есть мы просто отдаем готовый компьютер, а что с ним будет неизвестно. Как я пришел в проект, вот на фейсбуке наткнулся на объявление, потому что в какой-то проект требуется ребята, знающие Linux, а именно Xubuntu, тогда первым делом, тогда дистрибутив, который устанавливался по умолчанию, был Xubuntu. Но меня это втянуло, потому что в Баку мало кто сидит на Linux. Ну а когда втянулся через месяца-два, сам предложил, что, ну, способ установки был довольно сложный, то есть нужно было сначала от руки установить Xubuntu, далее накатить все остальные пакеты и скопировать пакеты с какими-то видеофайлами и прочим. То есть на один компьютер уходило по 2-3 часа, что неудобно. Поэтому я предложил сделать собственный дистрибутив, с этого начались эксперименты и сразу взгляд попал на Debian, так как самый стабильный и самый надежный, а это очень важно. Потому что мы отдаем в какие-нибудь далекие районы, докуда ехать по 5-6 часов, и мы не можем каждый раз ремонтировать испорченный Ubuntu. Вот. Что-нибудь еще? Звучит это все круто, замечательно, полезно делать и вынимаетесь наверняка. А вот скажи, пожалуйста, вот какой-то простой человек, который, а то он что-то умеет в Linux, наверное, может быть, но хочет чем-то поволонтерствовать и что-то. Чем вообще может простой человек помочь проекту PC for Kids? Ну, во-первых, для нас вообще база всего это контент, конечно же. И мы были бы очень рады, если бы люди присылали нам какой-нибудь контент, то, что они нарыли в интернете или сами, возможно, создали. Потому что добавление контента, расширение дистрибутива – это одна из важнейших частей организации. Что подразумевается под контентом? Книги, видеоролики, вики-странички? Все, что угодно. Все, что может пригодиться детям, собственно. На каком языке предпочтительно обучать детей? Ну, я понимаю, что на родном, то есть на азербайджанском. Нет, на самом деле с этим проблема, потому что местного контента очень-очень мало, практически нет. Все, что мы получили – это сказки на азербайджанском. Но это тоже как-то маловато. Найти какой-то контент ребят, которые пишут что-то на Linux или пишут что-то образовательное тут и open-source что-нибудь довольно сложно. Поэтому у нас вся система и контент построен на английском языке. И это, я думаю, будет полезно детям учиться работать с английским именно. Потому что именно работая с английским, можно изучить английский. Тогда такой вопрос. Почему именно английский, а не, к примеру, все-таки русский язык? Потому что PCS4Kids – международная организация. Она существует не только в Азербайджане, но и в Германии, Нидерландах, даже Турции. И делать что-то общее намного легче. То есть, получается, что локализацией никто не занимается, потому что некому. Да. И, скорее всего, потому что сопровождать один материал – это проще, я думаю. Вообще, иногда ради интереса, чисто ради исторического, у меня, не знаю, к сожалению или по недоразумению, в азербайджанском довольно все плохо. То есть, я знаю какие-то отдельные слова, я не понимаю принципов слабообразования. Ну, я просто банально обрусевший азербайджанец. Вот. Ну, не знаю. Я, который академического интереса полез в азербайджанскую Википедию, ну, картина меня их-то немножко смутила. То есть, статьи не больше одного абзаца. Ну, от силы 2-3. Ну, и бывают такие какие-нибудь общие такие статьи на общую тему. Там, допустим, описание какой-нибудь страны или описание какого-нибудь явления в Википедии. Но в большинстве случаев это 1-2 абзаца, не больше. Я даже могу сказать, почему Википедия на этом языке достаточно бедна. Потому что даже сейчас, спустя четверть века после развала Советского Союза, большая часть подсоветского пространства, за исключением Прибалтики, используют русскоязычные интернет-ресурсы. И поэтому, кстати, русский язык является вторым по количеству сайтов в интернете. А по количеству среди топ-1000 является шестым. Окей. А, например, если вы привезли машины, установленные детям, и у них есть какие-то трудности, как реализуется саппорт? И приходится ли вам делать частический перевод на азербайджанский и русский некоторых материалов, когда дети просто не понимают их? Ну, конкретно мы поставили эту задачу на ближайшее будущее, а именно написание гайдлайна по работе с системой. Хотя там все настроено как раз под детей, под минимум. Кликнул мышкой и получил то, что нужно. Ну и в дальнейшем мы хотим сделать своего рода книгу и видеоуроки, которые будут обучать в основном именно работе с разным программным обеспечением. А вот я хотел бы спросить, чем вообще дети занимаются, какой софт они используют? Я так понимаю, интернета у них нет, потому что я бы на месте детей сидел бы целый день в интернете. А что вообще они делают? Среди контента есть немало развлекательных программ. В смысле, есть немало игр, и эти игры тщательно отбирались, чтобы без всякого насилия и прочего. Если компьютер тянет, а в основном он тянет, то это какие-нибудь из самых популярных, пожалуй, SuperTuxCard, если кто слышал, это что-то типа... Ну, естественно. Ну да, что-то типа крэша, то есть гонки на машинках со стрельбой и прочим. Я... Когда у меня был пятый Debian на пяти дисках, очень много времени провел именно в SuperTuxCard, потому что здесь считают, что из SuperTuxCard вот есть две игры, которые действительно стоят для того, чтобы в них играть. Ну, за исключением NetHack, конечно. Это SuperTuxCard и OpenArena. И Стантали еще. Это не играл, не знаю ничего. Есть еще... У меня такой вопрос возникает. Как прививать детям интерес к программированию? Например, вот я, сколько ни пытался своего младшего брата как-то заинтересовать в этом, у меня что-то не очень получилось. Я знаю, что он сообразительный, но... Не знаю, он ленится просто. У него такая вот обычная человеческая лень. Я знаю, что он в состоянии это осилить. Но как вот заинтересовать? Как заинтересовать, как показать детям, что компьютер может делать именно то, чего вы захотите. Главное знать, как это ему сообщить. Есть ведь игры, которые развивают именно понимание программирования. Хоть без прямого программирования, но суть программирования в них ясна. Типа включение лампочек или передвижение робота. По-моему, даже есть игра K-Turtle из пакетов КДЕ, которые как раз предназначены на обучение программированию. Это как бы и интересно детям будет, и понимание развивает. Мне почему-то сейчас вспомнился Майнкрафт, где на переключателях из красного камня делают логику. И из этого даже целый процессор кто-то слепил. Медленный, ужасный, но процессор. Да, арифметические, логические устройства, 3D-принтеры, все это можно сделать в Майнкрафте. И да, и как раз говорите, если об моем брате, он слишком Майнкрафт-аддиктат. То есть он очень много времени за ним проводит. А сколько ему лет? 13 исполнилось недавно. А, ну это проект. Я понимаю, что да, может пройти. В 13 лет у меня была другая игрушка, я ковырялся в Винампе. О, ностальгия. Ностальгия, да. У него тогда были оболочки, только появился пятый Винамп. У него появились оболочки, в которых можно всякие красотульки было делать. И вот тогда был мой первый опыт общения с иностранными разработчиками. Я описываю. Да. То есть на Dial-Up открыл Outlook, в электронной почте пытался вот так вот строить предложение, чтобы не смутить своим скудным знанием английского разработчиков. И что-то, тем не менее, что-то от них получить. В итоге получилось. Кстати, о программировании для детей есть очень прикольная штука. Приложение Scratch. Не знаю, используете вы его или нет, но, скорее всего, да, потому что это очень известная программа, которая позволяет детям, и не только детям программировать простые вещи в несложной визуальной манере. Вот я как раз это советую. Ну и еще о программировании. Если человек просто не хочет этим заниматься, мне кажется, не стоит его все время просить это делать, потому что некоторым это просто неинтересно. Не стоит заставлять человека делать то, что ему совершенно неинтересно. Да, это согласен. С другой стороны, бывает иногда хочется кого-нибудь заинтересовать. Ну то, что хочется, но если не получилось, значит не получилось. А с другой стороны, думаю, что все-таки могло бы получиться что-то. На самом деле заинтересовать детей программированием, это, с одной стороны, конечно, хорошо, потому что программирование нынче высокооплачиваемо, конкурентоспособно, пиры, да и вообще-то весело, а с другой стороны, все-таки детям в 10, 11, 12, 13 лет может быть им на улице бегать, а не за компами сидеть? Так а что мешает пытаться совмещать? То есть... Страсть детей к железякам. Один раз сядешься, они ж не отлепятся. Вообще, да, это понятное дело, но тут нужен еще какой-то регулирующий фактор, я считаю. У меня, например, не знаю, это было от дома, я родился в городе деревни, не кормленная всякая домашняя живность, нерубленная дрова, все это надо делать. А кому это делать? Ясен фиг мне. Как раз для родителей, если этого. Вот. И, собственно... Суровое детство, деревянные игрушки. Нет, дело в том, что еще важно понимать, что смена деятельности нужна, важна. Что нужно перемежать физическую активность с умственной. что это тоже необходимо. То есть, да, конечно, когда с энтузиазмом погружаешься в какую-то активность, это хорошо, но все-таки нужно знать меру. Организму требуются разные виды деятельности. Ну, вообще, допустим, такой момент. Я замечал, что когда какая-то назойливая мысль сидит в голове, и ты не можешь ее решить, какая-то задача, какой-то момент, стоит отвлечься и дать, не знаю, каким-нибудь другим участкам мозга поработать. Тогда, скорее всего, решение придет. Ну, это так, мы отвлеклись, к слову. Давайте продолжим интервью с нашим гостем. И такой еще вопрос. Струдничаете ли вы с дистрибутивами Linux? И есть ли среди дистрибутива Linux специальные дистрибутивы, созданные как раз для вашей цели, для детей? Мне что-то припоминается, что такие есть, только не могу вспомнить название. Насчет сотрудничания с дистрибутивами, к сожалению, нет, но мы как-то и не видели это среди своих целей, так как даже не знаю, зачем это нам. Патчи в AppStream. Чего? Патчи в AppStream. Или вы не пишете настолько серьезные патчи, чтобы их можно было куда-то управлять? Мы даже патчи не пишем. Единственное, у нас программисты единственное, чем занимались, это создание контент-менеджера, но об этом чуть позже. Сейчас как раз... секунду. Вообще, если говорить о контент-менеджеренте, это что-то подобное вики или что? Так скажем, это наша своя... ну, грубо говоря, графическая оболочка, позволяющая с легкостью получать доступ к разному контенту, но суть в том, что это все настраивается заранее. То есть, вы можете скинуть фотографии... могу скинуть фотографию, точнее, скриншот. Это своего рода лаунч-пара. Ну вот, что-то такое. То есть, можно выбрать категорию видео, и будут доступны все видео в отдельности. Категорию документы, и там будет возможность получить доступ к книгам и прочему. И все это настроено максимально просто, чтобы детям было удобно с этим работать. Еще я слышал о таком дистрибутиве, как Еду Бунту. То есть, Эдукейшнолу Бунту. Ничего общего с ним не имели? Кстати, насчет дистрибутивов для детей. Нет, с Еду Бунту мы не имели никаких дел, в смысле. Он несколько сложен, насколько я понимаю. Он для детей, которым уже больше, старше 12. там в основном контент для школьных, так скажем. А у нас организация больше нацелена на детские дома и в общем, на детей от двух, от четырех до пятнадцати в среднем. Плюс контент, который в Еду Бунту, он несколько сложен для детей, которые растут без английского, так скажем. Но также есть дистрибутивы для детей, такие как Dow, Dow, Linux и тому подобное. А вот с ними проблемы, потому что зачастую в чем их проблема, то что они настроены под детей, но они никак не отражают суть операционных систем, точнее дети, которые проведут все детство за какими-нибудь Dow, Linux, встретив Windows, будут в непонятках, так скажем, так как там рабочий стол непривычен. А, то есть у них совершенно отличается рабочее окружение и не имеет ничего общего с тем, что имеется в обычных дебутах. Но, кстати говоря, сейчас продолжается на XFCE, я так понял, правильно? Простите, что? На XFCE продолжаете поставлять дистрибутивы, то есть ограничиваете именно этой средой рабочего стола? Нет, мы сейчас работаем на LXDE, так как вам все-таки легче. Так, в чем суть? Когда я пришел в организацию, ставили на XRCE, но проблема была в том, что они никак не ограничивали права для детей, и через месяц-другой дети просто удаляли панель, все иконки и оставались ни с чем. В смысле, особо-то с Linux-м они не разбирались. А ехать 5-6 часов просто, чтобы вернуть все обратно довольно сложно. Поэтому я поставил LXDE и по максимуму ограничил рабочий стол и панель, чтобы дети ничто не могли испортить. У меня вот такой вопрос возник. Принимает ли проект PCS4Kids какие-либо пожертвования, донаты? Если донаты есть на нашем сайте PCS4Kids.org Есть отдел OurCouse и там можно пожертвовать деньги. Уже трое пожертвовали. Там видно табличку сколько людей пожертвовали сколько. Ну в целом смысле. А цели зачем это? На самом деле в плане компьютеров мы больше стараемся не покупать а получать их у компании потому что закупать все время новые это будет довольно сложно. А вот большая проблема скажем с мониторами или жесткими дисками потому что не всякая компания дает свои жесткие диски или мониторы это создает проблему перевес компьютеров и недостаток мониторов простых дисков клавиатуры прочего поэтому нужны деньги а еще такого рода вопрос как вообще дети адаптируются вот у вас оболочка она получается очень такая виндоподобная после использования ее как дети легко пользуются операционными системами windows и не просят ли они поставить им винду или сами где-нибудь разбывают диск зверь сиди сами не было прецедентов что они устанавливали windows на самом деле прецеденты были скажем когда даем детские дома и прочие школы интернаты там уже без вопросов они не могут шевельнуться попросить поставить винду и прочее хотя на многих компьютерах имеются наклейки с виндой в смысле с лицензией на винду но мы все стараемся работать без винды а что касается иногда мы даем просто бедные семьи которые не могут позволить себе компьютер и там прецеденты были действительно поэтому я просто поставил на dual boot windows и этим все ограничилось но бывало мы как-то пришли скажем до нас была другая группа волонтеров которые также работали и когда мы пришли мы решили проверить несколько детских домов куда мы давали компьютер куда давали другие волонтеры компьютеры и в одном из случаев получилось что нам просто сказали компьютеры в каком-то складе лежат а склад закрыт а ключ они потеряли это действительно было плохим плохой новостью и был момент что мы нашли компьютер на которых на некоторых из которых стоял windows ну и естественно мы переустановили давайте поговорим о специфике дистрибутиву с которыми вам приходит стакиваться то есть то есть xde я понял и некоторые дополнительные софт вы просто сделаете свою спорку деби на или накатывайте ее на все машины или же вы подходите индивидуально в каждом из случаев подходить индивидуально довольно сложно бывает так как заказы по 15-20 компьютеров ну как заказы нам дают по 15-20 компьютеров а устанавливать по одному довольно сложно и волонтеров в то же время не так много поэтому у нас есть единая система причем она устанавливается через сервер то есть мы подключаем к серверу то есть pxe да ну что разумно кстати извините не знаю может это мои локальные проблемы но у меня сайт pcs4kids.org не открывается ну да я это обнаружил он два дня как какие-то баги я пытался связаться с джимом с основателем проекта но он занят видимо там какие-то работы идут кстати да был ли допустим вот какова доля положительного результата от всего этого процесса обучения детей ну какой результат вы оцениваете положительный на самом деле тут скажем большой минус как я уже говорил мы отдаем компьютеры но мы не знаем что что от этого получат дети потому что до этого мы не занимались проектом которым обучали бы детей мы просто отдавали компьютеры но с этого года я думаю лично заняться тем чтобы набрать группу волонтеров которые постоянно будут посещать детские дома обучать их а также писать книгу видео уроки по всяким программам ну у меня пока вопросов не будет что же вы смелые ребята и это вся затея и английский язык по умолчанию это очень классно думаю те наших слушателей у которых есть лишние деньги и есть лишние компьютеры пожертвуют вам их спасибо что ты пришел к нам мы всегда рады видеть тебя еще ну и всем слушателям если у вас есть что-то интересное рассказать то мы всегда открыты для всяких хороших историй еще если можно добавить конечно у нас проект что-то типа открытый то есть все желающие в своих городах могут открыть филиал и мы с радостью поможем пусть и не в финансовом плане пока у нас с деньгами напряг мы стараемся работать без денег на самом деле но в плане передать программ по сервер и прочее с радостью поможем если кто-то вздумает открыть своем городе филиал с писью с радостью поможем ну и у нас шоу нотах был конечно же координаты нашего гостя и коняты сайта проекта что же давайте приходим тогда новостям если вопросу больше нет пожалуй перейдем если еще угон здесь возражение я думаю что нам стоит пожелать удачи нашему гостю во всех его начинаниях связанных я так полагаю тяжелый и как бы это понять сложный сложный не особо благомерно работы потому что ему за это и не платят и трудности с этим много и помогает мало кто в общем удачи да и надеемся что наш гость когда-нибудь через некоторое время придет к нам с каким-то большим огромным успехом и поделится со всеми слушателями спасибо вам тоже удачи в смысле вашему подкасту довольно интересно сидеть слушать вас спасибо только подкаст у нас еще есть обучающие видео и другие интересные проекты переводы и прочее мы стараемся быть разносторонними ну что ж поехали к новостям пожалуй самой горячей новостью такое выражение подобрал стал запуск гном фундейшн проекта аутричи точнее программа ну не знаю как оно правильно звучит хот гей давайте у нас есть здесь представители аутричи аутричи битки комьюнити и при этом вовлекается в разработку не может вовлечь себя в разработку я думал что интернет это про отсутствие границ отсутствие национальности пола и там да вот это все то есть ты не важно каким человеком какого цвета кожи какой гендерной принадлежности сделан вклад если вклад сделан если он хороший то почему бы нет нет блин нужно развести на самом деле у гнома еще был такой проект собственно откуда выросли ноги аутричи у них был проект гном фо вумен точнее фо вимен этот проект есть чуть ли не у каждого проекта сейчас я читал я абсолютно не представляю почему женщин в программировских проектах как-то особо выделяют ну мне кажется наверное потому что их мало с мужчинами сбрасывай си плюсы квалики начнем с того что первым программистом в мире была женщина ада лавы это уже чего-то стоит понимаю таки их в процентном соотношении мало вы наверное они решили как-то с этим бороться и выровнять ситуацию в принципе я не вижу ничего плохого допустим среди программистов допустим мало женщин домохозяек мало мужчин так что создать движение домохозяйки фомен да это примерно так звучит то есть то что женщины слабо представлены в программировании это исключительно их проблемы ну ну наверное они не хотят этим заниматься на самом деле да очень учитывая какие женщины разрабатывают гноум какие у них ну наверное вся фотография там одной эпичной представительницы да нет нет не видели чатик а вы поищите там крокодил понимаешь насколько эта женщина красива ну рад ли супермодели бургирует для гнома ну собственно если у этих же какие-то проблемы например то я не вижу ничего плохого и зазорного в том что им надо помочь вот с этими другими затрудняется как их назвать личностями для этого в русском языке существует отдельное выражение называется традиционной ориентации да но я не сейчас не о комосексуалистах а у тех людей например которые чувствуют себя женщиной в мужском теле они только преподают под это определение трансгендеры будем краткими и вообще я не понимаю если ты сидишь за компьютером и пишешь код то не важно кто ты что у тебя и где вот именно что и главное что ты пишешь код а как тебя зовут не ну как тебя зовут понятно должно быть попирать на код должен быть свой попирать но все остальное больше никого не должно интересовать поэтому все эти программы они отрековы и в apple программа поддержки этих тех самых право студии бла 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 с тем с тем куком на обложке и в microsoft то же самое почему open source подобается вот этому зачем делать такую программу если ты программист то ты программист а если ты просто лгбт то тебе никакая программа не поможет стать программистом ну я хочу сказать вбросить сюда еще маршал маккьюзика эрика олмана папа фри бсд и маму фри бсд единственный раз за все время я слышал такое вот одно выражение от эрика олмана что я испытывал нехрен извращенное удовольствие от того что ни одно письмо в мире не может пройти не через гейскую программу он писал не просто письмо а про ни одно фобское письмо гомофобское письмо да да ни одно не может пройти через эту программу да и как и производная от этой шутки кто же какой же тот самый написал формат конфига седмейл сэр да 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 именно про седмейл мы и говорим вот но в целом в целом теперь у всех постфикс и шутка уже не актуальна да вот на самом деле я вижу позитивную сторону в этом одна часть комьюнити это геи которых я не сильно люблю но не сильно люблю такой степени чтобы их там убить и убивать они испускают очень много вони с всеми этими их парадами всякими ходами кучей вони в СМИ да если что-то не так сразу притеснение права да притеснение права всякая эта фигня мне кажется если их заставить показать что коди это классно тогда будет польза с того что они не будут ходить меньше на все эти марши а будут больше кодить и как раз в этом я вижу пустяную сторону единственная пустяную сторону которую можно увидеть в этой новости я не знаю как можно еще других этих вот давайте не знаю тогда сделаем программирование для христиан для мусульман для вот этих вот всех они тоже не знаю как-то декларируют свои о своих правах заявляют я бы тоже не против думаю это только вы позитив вот то есть это не знаю для меня это вещи совершенно равноценны поскольку я не верующий да давайте еще развернем программирование для белых и программирование для цветных и отдельное джазовое программирование для черных из детства кстати я состроен христиан так я верующий вроде бы для библии есть очень несколько приложений классные очень классные которые я анализировать изучать так что мне кажется христиан все окей если меня не изменяет память в гноме встроен исламский календарь да есть специально даже дистрибутивы халяльные между прочим да есть Ubuntu Christian Edition Ubuntu Islamic Edition Ubuntu Satanic Edition кстати говоря да ну если окей мне кажется твоего сделать какие-то программы для тех людей которые вообще сложно в жизни например Африки некоторых районов Азии и других которых ну реально сложности со всеми этим но таким большим уметь для некоторых краин Европы тоже надо бы придумать программу да ну у тех людей которые у которых жизнь тяжела и не очень сильное программирование мне кажется стоит делать такие программы но вот как раз участники LGBT community которые живут в Штатах мне кажется все окей с этим мне кажется что это поможет эта программа мне кажется что вообще самая дискриминируемая социальная группа в Соединенных Штатах сейчас если вы вблете в Соединенных Штатах является белый гетеросексуальный мужчина-христианин да это так и есть но они пока не ходят на марши но наверное скорее всего будут ну потерпят еще пару фергисонов и сделают какой-нибудь нормальный куклук спан хотя мне кажется что нигеров в Штатах тоже притесняют даже с тех пор ничего так особо не изменилось скажите мне пожалуйста где кого не притесняют в любом обществе всегда находятся те которые притесняют и те которые притесняют на это тема уже для последней части подкаста поэтому давайте пойдем в другую новость да давайте лучше оставим срач и пожелаем гнома от рич достигнуть своих целей вот если цели благие вот а мы пойдем дальше тут наброс толстый Ричард Солмон выпустил против добавления поддержки от вкладчика LDB в EMAX а кто такой Ричард Сторман это такой дядька бородатый который кушает мозольки и проповедует кошерную лицензию он сейчас находится в списке текущих разработчиков EMAX а вот скорее всего нет если кто не знает кто Ильич Солмон мы уже не раз об этом говорили это такой себе ходячий евангелист свободного ПО так вот мне кажется что евангелист из него так себе вообще некоторых есть мнение что правильно говорить не свободного а освобожденного то есть да то есть от кого освобожден от здравого смысла от злых козни проприетарщиков понимаешь а я думал что от здравого смысла чтобы проприетарщики ни в коем случае не могли внести туда изменения которые не будут отданы сообществу вообще на самом деле СПО по столу но это еще больше проприетарщина чем сама проприетарщина на самом деле нет на самом деле нет потому что понимаешь он ограничивает не свободу тот же Apple ограничивает свободу а тут как раз история наоборот он ограничивает не свободу ну и самая история началась с того что разработчики GCC хотели улучшить проект и им для улучшения понадобился отладчик LDB и вроде бы насколько я помню анализатор кода от LM который не действительно хорош стоман и сказала сразу что это фул это какая-то гребанная пропритор это надо выпросить и больше никогда к этому не возвращаться а там а там случайно не бсд лицензия да ну тогда его опускай и собственно пошел срач в рассылке потому что конечно же пользователи разработчики GCC хотят улучшений ну и сути их частично можно понять с тобой конечно же ему надо поставить себя как ходячую икону и всякие там компромиссы не принимаются мне кажется ну и как раз дальше идет уже немножко такой себе бой хотя на самом деле здесь нет демократии потому что права на код как всегда принадлежат проекту GNO то есть если ты там что-то делаешь комментишь код тогда Владимир не прав была уже история пару лет назад где разработчик хотел что-то сделать но Ричард он ему не позволил он очень сильно развился в этих что-то хотел сделать нехорошее но в итоге просто ушел и формнул свой проект что GNO это не демократия но пока что Столман и компания более-менее адаптные по моему мнению и вроде бы неплохо рулят дело в том что у них нет большого количества денег и большого количества разработчиков которые согласны на них работать вот такая история мне вообще кажется что не знаю как насчет компании в смысле самого ну проджектора рядовых программистов там но сам Ричард Столман ну староват он уже скажем прямо немножечко так уже не совсем дружит он с головой все его эти выходки все его эти пророчества про то что вот самое все очень плохо не берите код с БСД мне кажется что код надо брать чисто с одной точки зрения если он технически полезен то значит его стоит брать не БСД не БСД у нас есть свобода взять любой код если нам его дают надо его брать если это дело полезно а слушать человека который использует вместо ноунбука какой-то китайский лунгсун сидит в консоли и смотрит на веб через электронную почту мне кажется ну не очень ты немножко утрижешь на самом деле он использует сингпад уже так как прогнули бы недавно утвердил два сингпада которым побежит не знаю там вроде бы корт 2дул 27 гигагерца до 8 гигабайт памяти 201 по-моему на который ставится корт так что железо более-менее адекватный уже не нужны китайские нетбуки и что касается проблем с головой Столмана судя по его конференции которые я видел на ютюбе в последнее время он еще дружит с головой это мое мнение но он не похоже на кого-то старого придурка ну не то что про придурка я бы сказал так он есть линии для него это религия и все религиозный фанатик со всеми вытекающими последствиями а в программировании нельзя точно так же как с предыдущей темы это мое мнение в программировании нельзя быть религиозным ты или используешь инструменты код или не используешь инструменты код но только чисто технологический целесообразности все остальное это уже да понимаешь доктор синус в штатах это не прыгать потому что если ты что-то используешь не то на тебя как пират и ты по сути теряешь то что ты сделал это не только религия это очень хорошо с технической точки зрения потому что если ты используешь свободное полуо то у тебя нет проблем если у тебя будут проблемы там придут юристы ЕФФ фонд электронных рубежей и тебе помогут то есть это работает связи в комьюнити это хорошо но опять же это все вообще из чего родилась ГНУ из-за того что по сути из-за совершенства американского законодательства которое позволяет заклозит сорсить код в принципе который был придуман чисто для того чтобы использовать американское законодательство в целях защиты потому что американское законодательство занималось нападками на научную работу которыми являлся код сам-сам в начале его пути там же еще были какие-то ограничения на экспорт криптографии насколько я помню они остались они еще и есть они остались ты думаешь они куда-то делись это не только в Америке а сейчас теперь еще Эпидору нельзя в Крыму поставить легально да ну и собственно понимаешь то же самое там с Ираком в Сирии это не только есть такое в Америке это то же самое есть в Евросоюзе там некоторые вещи еще покруче ты думаешь почему они стяжут гугл на миллионы евро потому что могут да ну и как раз они могут они будут делать дальше ограничения то что вот эта вся возня как некоторые называют религиозность она на самом деле оправдывается политической стороны мне кажется что с юридической стороны вот эти вот все ограничительные меры что в Евросоюзе что в Соединенных Штатах что в России тоже не без кряха понятное дело мне кажется что все это просто стоит тормозом к пользователю если бы у нас была возможность опенсорсить код под каким-то общим правилом не разделяя на БСД ГНУ Апач лицензи то есть как бы вот есть один открытый код его можно использовать как угодно и где угодно то мне кажется что его бы развивал гораздо больше людей вот упоминай автора и дальше пользуйся отчасти ты прав с другой стороны если у тебя есть возможность брать код Apple и так просто его улучшать без наезда всяких юристов то это отразится на меня корпорация понимаешь так я говорю просто сказать вот так и так ребятки есть код сурсит код любой он продлежит корпорациям пускай он продлежит им дальше он нам не нужен есть опенсорс код любой то есть как бы FreeBSD не удаляет ГЦС потому что ГЦС не подходит в Linux состоит LVM там Emacs собирается LVM короче лицензии всех стран объединяйтесь чтобы было одно большое поле это было бы идеально а не то что код СБСД нельзя играть ГПЛ еще надо выучить чего куда и как линковать можно что можно линковать с линковать с линковать в общем запах лицензии никому не делать хорошо это хорошо в идеальном мире все то что ты писал оно в переводе бы и возможно но это только в идеальном мире а на самом деле всегда находятся ублюдки которые лезут на твои поле и которым надо то что ты делаешь поэтому как раз это костыли конечно эти все патенты лицензии и прочее но оно хоть как-то сдерживает ну по сожалению с этим приходится работать я думаю что со стороны мы сейчас завершили а теперь следующая тема федеральное агентство по связи соединенных штатов америки стало на сторону сторонников сетевого нейтралитета так я так понимаю что они наехали на оператору связи да да они наехали на оператора связи но о чем с того что такое сетевой нейтралитет это как бы подразумевается что любой человек может получить доступ к любым ресурсам зависимо от того каким провайдером он пользуется свобода равенства ура свобода равенства и братства только как было у Наполеона свобода равенства и собственность не так ли и вот интернет это собственно во многом федерального агентства по связи и соединенных штатов но они в этом случае поступили разумно если бы например какой-то сайт можно было открыть с одного оператора а не открыть другого либо как это называется в Европе платить дань платить дорожную дань то есть если ты хочешь туда-то зайти тебе надо еще заплатить но это вообще бы ввело к фрагментации интернета фрагментации интернета это плохо однозначно я вынужден признать что у них есть еще серые вещества в голове перейдем к следующей новости вот сейчас мне хочется чтобы выховым одну фразу сказали после того как я зачитаю заголовок сейчас подождите я эту фразу напечатаю вот а теперь читаю дистрибутив кранчбэнк больше не будет поддерживаться не скажу во-первых да мне немножко грустно стало после этого новости с одной стороны грустно а с другой стороны да лучше бы сделать было вот такие вот улучшения каким-нибудь способом с помощью пакетов то есть ну да это красивый из коробки дистрибутив с оппинбоксом все такое да действительно внешний вид у него был идеально вылизан для неприцательного десктопа вот и что что мне показалось хорошим тем что этот проект показал мне что можно сделать хорошее рабочее окружение не использовать дефолтный 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 вот ну да какое-то время пожил на кранчбенге там у них у проекта был один был один репозиторий с которого они тянули какие-то свои конфиги какие-то свои прочие украшательства но ничего более сначала проект базировался на убунте потом перешел на debian а потом его загнулся вот ну 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 и фикс в добрый путь да понимаете чтобы иметь дистрибутив и держать ее на полу нужна какая-то я возьму сказать национальная идея ну не национальная идея но дистрибутивная идея несколько хороших желаемых среди комьюнити фич не нужно там вкатывать тонны инноваций как это делать федора на льдхатовские деньги каждый релиз нужно что-то такое чтобы делая его привлекательным вот в этом смысле как раз настройка подпил openbox ну приват это не тянет на дистрибутив единственное что хорошо кранчбэнк был ванильным дебианом только со своими конфигами соответственно те кто пользуется сейчас кранчбэнгом просто будут дальше обновляться с ванильного дебиана просто никто не сможет больше его поставить с нуля никто не будет поддерживать с нуля вот и все ну в принципе да то есть они могут дальше доживать на тех же конфигах с тем же десктопом пока openbox ломает обратную совместимость конфигов чай не осом ломает резко хочу сказать что openbox я любил когда пользоваться софлотингвэем еще было такое время прекрасное но конфиг у него ужасен ну в xml да я помню сам понял что такое конфиг xml не знаю что может быть хуже только бинарный конфиг наверное или в каком-то вм было конфиг зашит зашитый в код двм кстати говоря ты же для смены настроек надо перекомпилировать сам маконный менеджер ну что это такое двм да там конфиг есть файлик который ты собственно конфигурируешь что говорить о бинарных xml их в избытке в макосе они называются плисты я помню да пропертилисты об этом потом это нас еще ждет синус перейдем к следующему еще есть такая вещь все уже переходим к следующему я хочу сказать про реестр как пример ужасного конфига а в гноме пожалуйста в гноме есть реестр бинарный оба да гконф да кстати ну среди всем реестр то есть ну это не база данных это просто набор что-то похожее на xml кстати гконф это набор файликов просто гконф представляет им интерфейс подобный ну да только там эти файлики руками редактировать не то удовольствие не лучше ну да я как бы сказал как это опасно это делать ну что дальше идем раз уж там тут сказали про то что не надо нам тысячи инноваций в федоре вот вам февральские тезисы от главного спонсора лор тьфу не лор но подкаста от Ленарта Ильича Поттеринга главные тезисы февраля в системный менеджер систем д интеллиру загрузчик говнобуд поддерживающий технологию EF secure boot очень весело да но я думаю что это дело все ограничится тупо сетап каким-нибудь изоспейсными парочками утилит которые будут сетапить ключи для подписывания разделов ну не более машин D менеджер регистрации виртуальных машин спроектированы под впечатлением от соляри зон для простоты разъясняю Ленард переписывает докер просто берет и переписывает даже поддержка докер файлов есть вот не может человек просто спокойно смотреть то как развивается соседний проект и контребьютирует к нему помогать ему в развитии он просто берет и переписывает да ну че делаешь бывает называется not invented in redhub дело в том что докер каким бы хорошим он ни был он все-таки вы смотрели не часть со стенда нет начнем с этого да но если вы зайдете на страничку докера на гитхабе и откроете issues то есть проблемы трекер у вас не знаю может учиться когнитивный диссонанс там 35 страниц тикетов открытых да ничего себе то есть Леня не может взять и все это пофиксить даже если в кокнути пофиксить слушайте ребят а зачем он все это фиксит у него практически готовая инфраструктура в системе для всего этого у него есть networkd который разрулил все проблемы с сетью у него есть nspawn который генерирует виртуальную машину у него есть маунты у него есть все группы ему только парочку написать и все и он отлично строит свою инфраструктуру пойдем по пунктам дальше поддержка dta и unicode в консоль d владельцев macbook pro retina услышали отлично теперь оно не будет при загрузке мелким мелким шрифтом на господи там 20 см я хочу эмодзи котяток эмодзи котяток да хотя бы просто эмодзи без котяток сервис ориентированный фаервол можно будет задать правила в привязке не к номерам фортов а к именам процесса очень удобно кстати как в андроиде прям андроид а че будет systemd slash android нормально кстати интересно кто-нибудь попробовал уже системд в android я думаю что это будет достаточно сложно потому что первые первоочередные причины потому что там бионик вместо грипции точнее если уж портировать на другие липси системд такая уж нетривиальная я бы сказал задача хотя тем не менее этим занимаются то есть пристопамятный и многим нелюбимый из-за того что из него поотрывали всех чертям проект uselessd он занимается как раз таки помимо всего прочего еще портированием на фрибсд и портированием под миуси липси и масло фрибсд вроде же сказали что они напишут свой системд нет это фрибсд сказали а тот поперед юз везде он тестирует это дело еще на фрехе ну и к этому стоит напомнить что стендо есть уже в тайзене есть уже телефонов джоу только никто не видел телефона джоула тайзен хотя телефон в отличие от телефонов джоула хотя нет телефоны джоула тоже в россии продают да тайзен продают только никто их не видел в живой природе даже блин убун нет фэрифокс аэс фоны продаются в ларьках мегафона представляете я где-то видел новость что тайзен будет в россии только для корпоративных пользователей а кстати вот сейчас поорганизации как раз новое смартфон самсунга в тайзене в японии презентовали вроде бы он пролезает совсем неплохо но в японии любят всякие странные штуки япония это вообще япония в индии а индия это особый в индию сваливают во все что не запустил с других стран а переварят спокойно у них полтора миллиарда населения точнее миллиард населения ну индия там кстати андроид ван запустили который никому не нужен зачем покупать андроид ван за 100 баксов если за те же 100 баксов купить китайца который будет мощнее и круче ну да с другой стороны ты вряд не дождешься отновлений и новых андроидов хотя где-то в индии продают уже девайсы на андроид 5.1 который еще не вышен не анонсированный вообще ну китайцы это могут запросто вернемся к системе таймсинг в качестве замены нтпд зачем было кстати много срач на эту тему из-за того типа вот отдельная утилита которая работает демоном зачем это все было переписывать если все так раньше работало есть этому несколько объяснений объяснений не с моей точки зрения объяснений с точки зрения Ивана я перескажу немножко его то есть в целом раньше использовался такой подход если мы хотели постоянно синхронизированный времени мы запускали полноценный нтпд который в холостую работал как клиент многим типа такой подход не понравился и вот это все есть еще другой вариант это засунуть в крон или в системе таймер нтпд который будет через какое-то период обновлять время казалось бы это в достаточном но не всем говорят что есть такие кейсы в которых нужен постоянно запущенный демон который будет чаще даже чем раз в минуту скорректировать время я не знаю у кого у нас только хреновый кварц в компьютере что он будет просто время уезжать он уже на 5 секунд кстати я с таким стайкл не очень старые ПК но у них видимо с подплаты и там уезжало где-то на пару минут за рабочий день ну и пару минут за рабочий день это совсем такая не очень большая погрешность которая справляется синком через нтп раз в минуту вот но я подозреваю что те даже раз в час я подозреваю что те реалтаймовые системы на которых требуется прецизионное время на них системе липо просто работать не будет потому что на них даже линукс работать не будет начнем с того что на них наверняка даже если системе линукс на них наверняка стоят gps датчики которые дают время постоянно без всяких нтпд потому что интернет там может и отсутствовать ребятки да начнем зато вот поэтому вот и вся нужность ладно я считаю что остальные тезисы наш народ может почитать по ссылочке новостях которые будут в описании к данному подкасту потому что там тезисов много и не все из них хорошие а мы перейдем к у нас уж тут у нас была смартфонная тема про всякие фоксосы тазина и так далее представлен первый смартфон с аэс убунту бэки у акварис е4 с половиной убунту иди бум я скажу пару слов это таки андроид но с облачкой убунту и мне кажется это главное то что не знает множество наших юных почитателей убунту вообще да я видел я первым же делом посмотрел анбоксинг и вот работы этого ну что сказать это не знаю кому нужный скрещенный еж сужон то есть прошу прощения вот непонятно кому нужный еж сужон который в некоторых случаях копирует юзер экспириенс TouchVisa в некоторых случаях юзер экспириенс андроида в некоторых случаях юзер экспириенс Windows Phone и вообще непонятно что это такое И причем весь этот ежиный клок стоит 70 евро, а теперь умножаем это на 7 и радуемся. Да-да-да, 12 тысяч. За такие деньги полгода назад можно было до 17-й купить полноценный. Вот. Все это крутится на четырехядерном медиатеке. И у них что, не хватило денег взять нормальный негитайский прот? Нет, медиатеки это еще более-менее нормальные процы, на самом деле. Если там не какой-нибудь старый хлам, то медиатек это еще нормально, конкурентоспособно. Начнем с того, что там исходников не нуждаться вообще никогда. И нет исходников, скорее всего, равно тому, что нет. Но нет до этого, да. Медиатеки, они очень такие вот, не помню, что это слово, жопушники. Они жмут сорции своих драйверов. А то, что не покупать устройства медиатеки, они уроды. Следующий. Дисплей 4,5 дюйма. На том и порешили. Если нам медиатек не нужен, то и фиг с ним. Следующая новость. Сообщество пришло основать основному разработчику GNU PG, который оказался на грани зарения. Как же так? Его же должно финансировать ANB, ФБР и ФСБ. Чтобы он запиливал бэкдоры. Как же так? Дело в том, что GNU Privacy Guard, это как раз таки проект был создан с целью экспортировать все те знания накопленные о криптографии из США за пределами США. То есть сделать так, чтобы эта криптография была доступна всем. Так внимание вопрос, почему его не финансируют все те, которым нужны, чтобы были бэкдоры? Вот не знаю. Если уж даже когда-то проскакивали желтые заголовки о том, что какой-то разработчик OpenBSD через 7 лет после завершения контракта признался о том, что он внедрил плат бэкдоры. Это была одна из двух найденных уязвимостей за все годы. Кстати, у человека немножко в плачевной ситуации был на самом деле. Он зарабатывает 25 тысяч в год, что в Штатах это вообще фигня. Нищица. А он разве не немец? Он разве не в Германии живет? Я не вижу. Я не вижу. Я сейчас посмотрю. Нет упоминаем, где он живет. Вернер Кох, он может жить где угодно на самом деле. В Штатах, по крайней мере, это нищество. В Европе, ну, наверное, тоже где-то близко. У него еще есть 8-летняя дочь и не работает еще жена. Но если кто-то там внезапно заболел, то это, да, большие проблемы. Ну и, собственно, у него большие проблемы с деньгами. Но Linux Foundation и его фонд дали ему грант в 60 тысяч долларов США. И после этого Facebook и Stripe дали ему еще по 50 тысяч. То есть, ну, у него где-то по три сотни тысяч долларов США. Ну и надеемся, что у него будет все хорошо в жизни. В общем, господа, если кто-нибудь из слушающих нас имеет 1 миллион долларов и желание запилить свой собственный личный бэкдорф в GNU PG, вы знаете, к кому обратиться. А можно было просто до кикстартера мутить на очередной картофельный салат? Понимаете, ребята, в чем дело? Если бы он принимал бэкдоры, то у него, скорее всего, проблем не было бы. Я в этом уверен. Если бы он не принимал бэкдора, то у него были бы проблемы скорее, чем другие. Ну, это уже не факт. Ну, в общем, тут всякие могут быть вещи. А теперь об бэкдора. Вообще, да, немножко хочу отвлечься. Была же ситуация такая неизвестная с этим, какого. С Туркриптом. Да, когда скоро выложили новую версию, потом сказали, что надо забагованы удаляйте, потом сказали вообще использовать MS-овские крипты, а что делать тем, кто не на винде, сказали. Мутная история была, очень мутная. Ну что ж, идем дальше. О бэкдорах. Google, Amazon и Microsoft заключили соглашение с Adblock Plus. Замечательно. Смотрите рекламу от Google, Amazon и Microsoft. Замечательно. Замечательно. Если вы еще не установили Adblock Edge или не поставили себе Prevoxy с фильтрами от блока, то я вам заболезну. Я вот, кстати, сегодня поставил себе Prevoxy с фильтром от блока для того, чтобы централизованно блочить рекламу у себя в локалке и, в общем, неплохо работает на самом деле. Я сделал небольшую рекламу. Я сделал небольшую рекламу. На OpenNet блокируют не все, вообще совсем не все. Надо бы посмотреть, что там за фильтр и почему оно так не работает. Ватблок на самом деле очень большая проблема с ресурсом. Это использование CPU, памяти и прочего. Есть очень хорошая утилита, только она не всем известна. Это Mublock. Уже есть для Chrome и Firefox. Я недавно поставил. Ссылка будет. Недавно поставил и могу сказать, что у меня Firefox начал куда резвее бегать. Это видно на глазах. Это делают независимые разработчики. Они ни у кого пока что не берут денег. Мне кажется, всем давно пора снести Adblock и поставить себе Mublock. Сколько будет? Закончили закапывать Adblock, начинаем закапывать с собой. Не, я хотел еще чуть-чуть позакапывать блок. Кто-то из вас упомянул Adblock Edge. Я. Если я не ошибаюсь, то разработчик там очень-очень нехороший. И исходники, которые выложены на сайте, они вообще не соответствуют действительности. Что, какое там дополнение сделанное для Chrome и Firefox. Потому что там он реально отсылает какие-то непонятные данные. И исходники отстают на пару версий. То есть это нифига не open source. Это только, не знаю, создание видимости open source. Да, это именно такое создание видимости open source с какими-то хитрыми бэкдорами. Какой-то хитрый, проплаченный... То есть там реально какая-то очень подозрительная активность этого дополнения. Отсылает данные на сервер вообще непонятно какой. По-моему там даже на айпишник на какой-то он просто шлет. Понятно что и зачем. Ну окей. Я тут кстати нашел мювлог и оказывается у него даже шлейн для Safari есть. Ну клево тебе. Да, я пользуюсь Safari. Правда на OpenNet оно так и не блочит рекламу. А жаль. Я к нашим слушателям в Safari он уже еще не полностью излучился. Ну бывает. Идем дальше. Sabayon 1502.1 В общем Sabayon это генту для ленивых с собственным пакетным менеджером ЭКВА. Не знаю как оно работает, насколько быстро. Но вообще, сколько кентушников я знаю, у них вечная проблема муки выбора между EX, между Portage, который... Точнее между Эмерги, который медленный. Им кажется. И ужасный. Полудис. Да, есть у меня среди знакомых один пользователь Полудис, но у него совершенно... Совершенно стремное рабочее окружение. Не то что стремное, а своеобразное. То есть весь изерленд собран шлангом. Шлангом. Вот. В качестве десктопа икс монады и все вот это вот. Смотрите, дети, не делайте так. А еще недавно он вышел из дурки. Вот. Жесть. Это, кстати, тот человек, из-за которого заблочили гитхаб. Знакомьтесь. Замечательно. Да. Вот. Звертой комьюнити российского линукса. Да, есть такое. Так что у нас изменения в этом выпуске? Основные. Возможность использования рабочего окружения стала Steam Big Picture. То есть это такой Steam Box, получается, из гинты. Вот. Кроме того, в версиях установки KDE и Gnome Steam устанавливается по умолчанию. Ну, совсем для ленивых, видимо. Вот. Возможность используется LTS-ядро Linux версии 3.10, 3.12, 3.14. Обещано представление рабочего обновления на Steam после выхода новой версии LTS-ядра. Ну, если они готовы это мантынить, то флаком в руки. Ну-ну. Ну-ну. Ещё один дистрибутив. Манджар Линус. Не видел ни разу, кстати. Кто-нибудь его видел? Не знаю, кто его юзает. Его юзает Ужик. Кто это? Ты не знаешь, что такое Ужу? Школьник, который постоянно правил теги в старых темах. И правит до сих пор. А-а-а. Да-да. Старые времена на лоре. Я не знаком с фауной лора, потому что я там бываю довольно редко. А зря. Ну, бывает. Я, скорее, не уфак. Вот. Я не знаю старых имён. А у него столько старого, но недействующий. А, даже так. Вот. Что с Манджаро? Манджаро построен на основе Arch Linux и ориентирован на начинающих пользователей. Arch для начинающих. Зачем? Очень жестокая смесь. Arch для ленивых. Вот так, простим. Пожалуйста. Arch не может быть для ленивых. Для ленивых есть Ubuntu. Да. Ну хорошо, если так. Вот. Упрощённых дружественных для пользователя процесса установки. А для особо редных есть OSN. Поддержка автоматического определения оборудования установки, необходимых для работы драйверов. Неужели? Интересно, как он будет автоматически ставить дрова для бородкомов с КВЛ. И для того, чтобы заработал интернет, нужны дрова для бородкомов с КВЛ. А, проблему улицы яйца. Да, бывает. В таких случаях я обычно… Я в своё время, когда ставил Arch, закатывал этот пакетик на флешку установочную, я научился собирать флешку по арчевским гайдлайнам. То есть собирать, собственно, кастомный источник на флешку и с этим пакетом. Ну… Я в какие-то старые дебиловские времена просто закатывал пакет с этим адским бродкомов на флешку, а потом уже ставил. У меня всё решалось просто, я добавлял non-free, втыкался в Ethernet, который из коробки был, и всё, и появлялся бродком. Это у тебя Ethernet из коробки есть, а у нас нету. Ахаха, вон ну как. Кстати, стоп, а где не было Ethernet из коробки? Тоже бродком, что ли? Нет, у меня вообще тут Ethernet нету. Понял? У тебя же костыль вроде USB-то Ethernet, да. Я совсем забыл. Сандерболт в Ethernet, но у меня этого костыля нет с собой, поэтому… Улыбаемся и машем. Как вам грустно жить. Улыбаемся и машем. Так, в дальнейшем… Закончили с… …всякими ненужными дистрибутивами, перейдём к ненужному мета-поиску. Релиз движка для мета-поиска CERX 0.7. Код проекта написан на языке Python и распространяется по лицензии АГПЛ версия 3. Больше об этом проекте вам ничего знать не надо. Да. А, это то есть агрегатор. Мета-поисковой движок. Удобно. Окей. Не знаю, что сказать. Идем дальше. Да. Динфконф… Сизэ… Да никому это не надо. ГИТ-2.3.0. Во! Хорошая новость. Вижу пусту Деплой. Один из способов развертывания веб-продактонии с ГИТ – хранение рабочей копии на сервере. Когда появляется новая версия, на сервере исполняется ГИТ-пул, а с ГИТ-2.3 это стало ещё удобным. Ну, блин. Я это использовал ещё хрен знает когда с помощью ГИТ-хуков. Помещаешь на серверу? ГИТ-хук? ГИТ-хук? Да, ГИТ-хук. Пост-ресив. И всё. И он тебе делает всю магию. Ты только пушишь в репозиторию, и оно у тебя разворачивается, ставится всё куда надо и запускается сервис. В общем, теперь для меня один из хуков добавили в стартовую комплектацию. А вот ГИТ-ЛГ, который делает красивый лог, а деревцем с краткими описаниями до сих пор не добавили. Хм. Ну, окей. Что там ещё? Более быстрое клонирование, потом заимствование объектов из существующих клонов. А, то есть мы можем при клонировании указать, что взбери, и если что, вот оттуда то, что... Что уже было. Совпадает. Да, то, что уже было. И сделай мне зашибись. Мне кажется, с лишними скоростями интернета никто один. Хотя, если ты клонишь тепу, у которого история чуть ли не с момента основания ГИТа, и в котором кода под полтерабайта, но зачем ты собираешь хромим руками, спрашивает сынок? Это могло быть актуально для Фейсбука. У Фейсбука... Все видели эту веселую картинку? Какого? У Фейсбука репозиторий, один основной, один вообще репозиторий для всего кода, который, по-моему, весит 56 гигабайт. Трудно быть разработчиком Фейсбука. Меня одному знакомому предлагали с релокейшеном в Фейсбуке. Слава богу, он не стал. А причина была прозаичная, отсутствие вышки. Ну, норм бывает. Дело в том, что у Фейсбука, помимо проблем с гипотом, других проблем хватает. На те же то, что он написан на ЛХП. Который транслируется потом в жирный гигабайтовый бинарник, с помощью Игоря Крестова. В общем, трудно быть разработчиком Фейсбука. Трудно поддержать легоси, я скажу. Особенно если первый коммиттер этого кода, твой непосредственный начальник, и как бы если сказать, что тут 10 лет назад был написан какой-то АА-код, то... Тебя уводят? Да. Нельзя назвать Сукерберга АА-кодером. А Сукерберга что-то такое делал тут когда-нибудь? Вообще-то он написал первую версию Фейсбука целиком, сам. И ты думаешь за эти 10 лет ничего от этого кода не осталось? Хм-хм-хм-хм. Можете осталось. Скорее всего осталось. Я как бы скажу такой, а вот кто это написал? Кто это в тюгни написал, я на 11 лет в коде? А кто разворачиваешься, смотрит, попирает тебя на Сукерберга. Сукерберга. В 2004 году. Да. Консервативное поведение по всем для гидпуш. Если гидпуш без аргументов, гид будет вестись более по-старому. Мы стали более лучше одеваться. Да. Текущая ветка не будет отправляться, пока для нее не будет создана ветка с таким же названием в удаленном репозитории. Ну их нафиг. Ну и в общем, с телами в соломах, как всегда. В декабре прошлого года в гидпу была исправлена критическая выявимость. Да, мы в курсе за то, что это затронул только Windows и Mac. Потому что у них... Кстати, когда я делал новую инсталляцию, я же таки сделал case sensitive файловую систему, потому что ну его нафиг. Мало ли где еще он выстрелит. Ладно. Выпуск Tizen... Опять какое-то ненужное. Тайзен Айви 3.0 для автомобильных информационных... Да, то есть она уже 3.0. Да, то есть она уже 3.0, но еще никто его не видел. Так... Рассчитано на использование на автомобильных информационных развлекательных системах. Айви. Платформа Tizen развивается под правительством организации Linux Foundation. Интересно, что они там покровительствовали. Если все время его перил сунг и... По слухам от инсайдеров, все проекты, которые внутри Tizen развивались, успешно закапывались. В том числе и Violent. Там, кстати, не только засунг перил, много чего вносит Intel. Только я не понимаю, зачем им это. Ну, видимо, для того, чтобы какую-то долю иметь. Хотя, не знаю. Выглядит оно неплохо, в самом деле. Выглядит неплохо, но ты будешь использовать. Ну, те, у кого-то будет на автомобиле, встать. А чтобы поставить на автомобиль, надо, чтобы был контракт с таким-либо автопроизводителем. А мне кажется, сейчас контрактами, что с собой распилитопол в буглом и все. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет. Вот он тоже далеко не мальчики для Питя. Далеко не мальчики для Питя, но они скорее будут за Андроид и Нафту утопить. Просто Питя. Потому что Андроид приносит деньги. Андроид приносит деньги. Андроид приносит деньги от Тайзенга в уголь. Ну, посмотрим. Если я был с Санзунгом, я бы этим вкладывался больше тайма. Потому что на Андроид у них нет большого влияния. На Андроид это все решает мажь только Google. Ну, в принципе, да. Чисто развивать Тайзен для того, чтобы сказать, «А, большой злобный Google, мы можем от тебя в любой момент уйти, поэтому дай нам больше преференций, чтобы мы продавали устройство на Андроиде еще лучше». А он скажет, «А, Google скажет, да и скажет, иди сюда к чему». Закречит союз с Леново. А Моторола комплекс. Дело в том, что Google очень хочет, чтобы об Андроиде не складывалось дворякое впечатление. А дворякое впечатление складывается именно потому, что Самсунг ставит туда свою, ну как сказать, глючного-то оболочку. Кстати, в Galaxy 6, в Galaxy 6, в Galaxy 6 обещают выкинуть. Вообще, совсем, навсегда, слава богу. Ну, вот именно поэтому. Наконец-то. Вот именно поэтому. То есть, смотрите, в чем дело. Пользователь покупает Самсунг. Пользователь слышит, что там Андроид. И у него складывается негативное впечатление об Андроиде за то, что там TouchWiz. А Google это нифига не нравится. Кстати, о TouchWiz и прочих. Вот там у нас в анонсе было про то, как использовать свои девайсы, да? Так вот. За время прошествия с предыдущего подкаста я перестал использовать iPhone. А все почему? Потому что у меня появился нормальный Android девайс. У меня раньше был Galaxy Note 3. TouchWiz. Со всеми утекающими. Глюки, баги и так далее. Теперь у меня вместо него OnePlus One. Чистый Андроид. CyanogenMod 12. Вообще красота. Ежедневный апдейт и не глюч. Ну, клево. Только, как сказать, у меня с железом проблем не было. Просто вам плюс вам такая рулетка. С железом проблем нет. У кого-то там, не знаю, экран желтый, у кого-то битые пиксели, у кого-то Wi-Fi мог отваливаться. Ну, это может, наверное, детские болезни первых ревизий. Хотя не знаю. Не знаю. У меня все нормально. И батарейка полтора сутки держит, и с экраном все хорошо. И даже камера работает нормально, хотя на нее народ жаловался. Ну да, ну ладно. Правда, в 4К снимать не дает. Ну и фиг с ним в 4К. И мне кажется, FullHD enough for everyone на ближайшие пару лет точно. Ну, в общем, Тайзен в последний путь, я думаю. И так и не начав первый, отпалится туда же. Так, следующая новость у нас жутко флеймогонная. Поэтому зачитать ее должны наши господа западной части вселенной. Инициатива запрета в Российской Федерации на него сетей, таких как ТОР. У меня один комментарий. Удачи! На самом деле такой же самый комментарий, потому что ну просто кто-то на эту теме хочет распилить себе еще чуть-чуть бабла. Ну и все. Чего бояться? Просто объявить тендер, просто на это попили бабла, опять все закончится тем, что... Через два года на OpenNet появится новость инициативы запрета в РФ анонимности. И так сначала. И просто... И просто кто-то... Вот исследовательская группа через некоторое время скажет, что... К сожалению... Да, нельзя. К сожалению, не получается. А как технически такое вообще возможно? И не кажется ли так, что весь шифрованный трафик будет запрещен? Допустим, запретят HTTPS и что-нибудь подобное. Государством HTTPS используется слишком, чтобы его запрещать. Даже госуслуги HTTPS only. Чего уж тут говорить. Если что, могут всех вынудить использовать ключи, от которых есть... Которых есть куда? Да, от которых есть приватные ключики у... Логиктости типа ФСБ. Ну, мне кажется, что так как наш трафик все равно зеркалируется на сервера Asorma, то какая уж разница, ключ открытый или закрытый. Если надо будет, расшифруют. Анализ паяльником никто не отменял, на самом деле. И любой не уловим Эджон, не уловим ловно до той степени, пока он никому не нужен. Ну да. Это другая страна, конечно, проблемы. Вообще, эта проблема еще появилась на более глобальном уровне. И, кстати говоря, Россия не первая страна, которая пытается запечатать торр. И ладно бы там всякий Китай, но, насколько я помню, в Германии с этим все очень строго. В Германии с торрентами все очень строго. Если ты пользуешься торрентами, то ты, не важно для каких целей, ты получаешь штраф. И, по-моему, там еще тебе от провайдера письмо приходит, если два раза такое письмо пришло, тебя отключают. Да, есть такое дело. Как страшно жить? А так что там торренты чреваты потери тысяч евро. Около тысяч евро. Да, поэтому мои знакомые, которые некоторое время жили в Германии, они попросту поднимали ВПС где-нибудь в Нидерландах. И там ремонт трансмиссион. Ну и нормально. Я вот какое-то время пользовался суббоксалку девайзи. Так что на всякую хитрую... Здесь свой болт. Ну, вы поняли. Да, найдется свой болт. Мы поняли. Следующая новость. ВПССЕ позволяет узнать внутренний IP адрес в пользователе. Режет он. Мой ответ таков. 192, 168, 4, 11. Дерзайте. Ок. Как бы... То есть ты... То есть ты охранился с зонатом, тебе ничего страшного? А, и как бы... И чё? Да. У меня тут двойной NAT. У меня роутер и проксик. Который рекламу вяжет. Типа. А, ну даже так. Дело еще в том, что у нас придется это будущее. IPv6. Когда... Когда каждый IP адрес будет у каждой кофемолки? Да, у каждой лампочки. Россия тогда не грозит в ближайшие лет 10, я говорю серьезно. Нет. У меня уже сейчас есть IPv6. Ну и что если есть? У меня тоже есть IPv6. Точнее как. У меня есть возможность стукнуть по адресу и сказать включите у меня IPv6. То есть там тестовая подмешка, а не включать по запросу. Но я не стучусь, потому что, а зачем? Ну если ты не IP-специалист, то тебе не зачем? Это же не то, что IP-специалист и не IP-специалист. Просто в них ракетях именно... Ну не знаю. Или не то, что проще надо взаимодействовать через IPv6, чем костырить что-нибудь просто через NAT. Ну например, как мы записываем какие-нибудь обзоры. Ну я не знаю, костырить через NAT, не костырить через NAT, а... Для моих задач пока хватает. Firewall, firewood, router, 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 NAT, 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 ну и бог с ним. Статья создает 6411, дерзайте. Окей, побежали. Кстати, машинка 24 на 7, так что любая служба может попробовать постучаться. Пожалуйста. Идем дальше. Фонд SPO признал GUIX полностью свободным дистрибутивом. Фото ненужный фонд SPO. Нет, по-другому сейчас зачитать. Ненужно признал не нужно, полностью не нужно не нужно. А я тоже вот ставлю. А вот. И откуда нас такое надо вспоминать? Что хотел сказать. Сколько у нас теперь полностью свободных? Я... А тут полный список есть. А тут полный список есть. Трисквейл и гениусенс. А тут свой полный список есть в новости. Генисенс. Блак. Драгора. Динаболик. Парабола джинолинукс. Мюзик джинолинукс. Плас линукс. Не слэш линукс, а плас линукс. Трисквейл. Утута. Либр врт. Либр CMC. Трисквейл. 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 Вообще у кого-нибудь есть опыт использования полностью свободных действий, вообще чтобы без блобов и без всего? У нас этот опыт заканчивался на том, что хардлайн в интернете уже будет самого. А что именно, там какие-нибудь проблемы с ACPI возникали или что? Ну, мне... Или вообще фонуэ. Мне в свое время хватило того, что ну просто Без всего. Молча. Без объявления войны. Окей. Продолжим, а не нужно. Третий выпуск Freedombox. Система для создания персонажей серверов для приватных коммуникаций. Что это такое? Кому это нужно? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. А, образы для BeagleBone, Raspberry Pi, Dreamplug и все такое. Мне кажется, что это немножко оверпрайс получается. Был другой потухожий проект. Называется Pirate Box. Если вы уж так хотите, прикрыть свою душу от злобных... И пятую точку. Да, и пятую точку. Причем, что характерно, русские говорят «спасите наше душа», а американцы говорят «спасите наше душа». Как будто важно. Это уже... Да. Это уже... Разблечемся. Дело в том, что для установки Pirate Box, это такой VPN-контейнер, достаточно всего лишь роутера TP-Link TL-MR-3020, который стоит 10 долларов. По нынешних. По нынешних. По нынешних. По нынешних рублей. Нормально. Да. Это маленькая такая коробочка, беленькая, в которой прошиваешь специально openware, и вон. И все работает. У тебя поднимается все. Да. Ну, а там уже можно что-то подороже сообразить, если хочется там 82-11 отцель и какие-то другие заморочек. Можно вполне, да. Вот как раз таки, наверное, и получится. А-а-а. А, все развиваемые проекты наработки доступны через штатные репозитории Debian, что немаловажно. Ну, замечательно. Молодцы. Работают с обстримом. А теперь новость о том, о чем мы говорили чуть ранее, о том, что совместимость свободных лицензий и как она вредит прогрессу. Признание совместимости лицензий Creative Camos by Essay 4 и GPL версии 3. Они раньше не могли? Насколько я понимаю, у них разные направления. То есть, GPL – это код, а Creative Commons – это поднимается, если я правильно понимаю, в медиаконтент. Кстати, этот подкаст распространяется под крытью «Commons 3». Ну, тонкость я не помню, вы там можете посмотреть на нашем сайте. Можно нам уже пора прийти на четвертую версию. Ну, перейти всегда успейте. Лебом 15, свободный ноутбук, очередная замена для машины Столмана. Внимание! 15,6 экран с разрушением Full HD или даже Quad HD. А что здесь? Не плохо, да? Четырехвядерный Core i7. 47700 iq 3.4 ГГц. Правда, интересно, где они нашли для него свободный микрокод? Вот да! Кстати говоря, где они нашли для него свободный микрокод? До 32 гига фазу. 500 гигабайт харда, а можно заказать SSD до 1. USB 3.0 Куризм GNU-Linux основан на 3-SQL. Цена составляет, господа... Ой, как у меня это очень хорошее решение, я... Внимание! Барабанная дробь для ранних птаж, а для тех, кто за... ...к стартера цена составляет всего лишь... ...рам... ...1849 долларов. Если закрулить, будет примерно 2 тысячи... ...чуть дешевле, чем они, я не уклоняю. Да, но на самом деле это очень хорошее решение для тех, кто хочет купить себе очень хороший инструмент, надеюсь, там, ближайших 5 лет. Кстати, я пересчитал эту цифру рублей. Потому что... ...да... ...получилось грустно. Да, ну это... ...проблемы одной отдельной страны. Я могу пересчитать... ...я могу пересчитать... ...что же курсы будут... ...ммм... ...точно так же грустно, поэтому... ...а курсах... ...да, ну понимаете... ...эээ... ...для тех специалистов, которые... ...хотят себе купить машину на ближайшие 5 лет... ...мне кажется, те специалисты, которые... ...хотят себе машину на 5 лет, уже сходили в Apple Store, ...купили то, что им надо. Ну это специалисты с одной отдельной ориентацией сексуальной... ...на самом деле. Ну-ну. Ну, смотрите, у вас есть нормальный... ...эээ... ...ээ... 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 ...которое пишет на лоре. По всей видимости, ноутбук не является... ...свободным аппаратным обеспечением. Проверено шаманом 07. Ну, если шамана нужен тем, то... ...будем верить. Ну, как сказать... ...ээ... ...вообще... ...характеристики может быть хорошие, но... ...блин, у него нампады... ...ненавистные нампады... ...нет трекпоинта... ...нафиг, нафиг, нафиг. А чем тебе не нравится нампад? Как ты без... Ну, можешь купить себе внешний. А что? А чем тебе не нравится нампад? Эээ... ...дело в том, что я привык, что у меня постоянно... ...сбоку есть пейджап, пейдждаун. Вот. И не нравится тем, что у меня руки смещаются... ...от относительно центра... ...на палмрейсте. Получается, что у меня... ...эээ... ...эээ... ...не знаю, как-то... ...ноутбук смещен. А трекпоинт мне за тем, что я к нему привык. Это был... ...первый ноутбук, которым я пользовался вообще... ...эээ... ...в своей жизни. Это был, по-моему, Toshiba. И в нем ничего не было, кроме трекпоинта. Ммм... ...подделка под ThinkPad? Ааа... Ну, тогда с ThinkPadами, по-моему, еще... ...нет. Были. Были, да. Но... ...там трекпоинт был немножко другой конструкцией. Там... ...left mouse button и right mouse button... ...были друг под другом. Расположены полукругом. Ну, в общем, трекпад трекпадом. А в этот ноутбук... ...я не знаю. Ну, раз собрали финансирование, значит, кому-то надо. Последнее... ...так на сегодня... Ой, извините. Мне кажется, что... ...выри HP. А вот как раз это... ...крутая начинка. Ну, оно может взять... ...поставить туда... ...ведюку... ...доскорятную... ...можно продавать, как игровой комп. Фония. Ну, если взлететь, то у них... ...будут какие-то деньги... ...и, может, будут еще другие модификации. Я очень... ...хочу, чтобы это взлетело. Ну, смотрите. Software Companies Freedom and Privacy. Если посмотреть, там есть такая... ...матрица... ...эээ... ...и там есть... ...такой забавный пункт. Эээ... ...ээ... ...плот для него. Кстати, последние новости... ...они собрали. Они... ...ээ... ...ним надо будет 250 тысяч... ...ээ... ...доллара. Они собрали... ...почти полмиллиона. Ну, 14... ...412 тысяч. То есть... ...я надеюсь, что это... ...конкуренция важна. Переходит к последней новости на сегодня. Компания... ...Майкрософт инвестирует в развитие... ...санаген... ...мод. Если кто-то не знает, что такое... ...санаген мод... ...марш в гугл... ...школота. Да, и что вот так, кстати... ...в кружку те, что это считается... ...косанаген мод. Эээ... ...собственно, они получили 70... ...эээ... ...миллионов... ...инвестиций, насколько я понимаю. И у них есть... ...вроде бы уже... ...деньги, чтобы... ...ээ... ...как хочет Майкрософт... ...одвязаться... ...чем он побольше. Ну, они там отрезаются в ближайший год-два. Ну, в общем-то, на самом деле... ...чистый ЦИАН-то... ...как бы и не ставят сервисы гугла... ...по умолчанию. Во всех случаях, я не видел ни одной... ...официальной циановской прошивки... ...где по умолчанию ставили бы и джебс. Поэтому... ...если они хотят запилиться в сервисы... ...там уже есть такая штука, как... ...ак... ...ак... ...и... ...как бы... ...пускай. Не все они... ...не везде работают... ...гугл... ...плеймаркет и все это дело как бы... ...совсем не везде. И тут я процитирую, ты видишь, что конкуренция на самом деле важна... ...ну... ...почему бы и нет. Ну... ...это несколько... ...запах... ...майкрософ... ...в плане... ...по чем нет. Меня больше беспокоило, когда... ...когда... ...санатовый работник ЦИАН-а работал в Самсунг... ...было такое? ...ну... ...самсунгу... ...в Самсунг-а... ...был несколько... ...другие... ...приоритеты... ...так что это не так... ...то есть... ...с... 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 ...плиточки? ... ...ну... ...если что, у нас есть АУКП... ...паранойт Андроид... ...и тысячи... ...и тысячи... ...да... ...ну... ...до тех пор, когда... ...большинство кода Андроида будет открыто... ...без этих всех гуглских... ...закрытых приложений... ...до тех пор есть надежда, что... ...андроид будет трудить... ...аа... ...и так, мы закончили с носным блоком... ...он у нас занял почти... ...час... ...час... ...и между прочим... ...в этот раз мы его даже очень... ...даже быстренько прошли... ...достижение, господа... ...а теперь перейдем к свободному раунду... ...аа... ...и что у нас сегодня в свободном раунде... ...так называете темы... ...ну чё, исповеди грешников? ...мы такие да не одобрались... ...правда последний раз... ...я Арчи бутал где-то недельку назад... ...и вообще сегодня ночью... ...я хочу попробовать... ...аа... ...запутаться туда еще раз... ...и поставить гном... ...фаааа... Жаркова ты новый проект... ...таким! За пожелания! За пожелания... ...на вообще как твои ощущения... ...после того как ты... ...ээээ... ...год пользовался там... ...готовым вылизанным продуктом? Дааа-а... ...двы-ка-ычков было... ...лат... ...гот... ...год пользовался готовым вылизанным продуктом... ...в котором... Работал? ...да... ...в котором тебе поставщик тело вставThere... ...dit т��... ...то вставка он видит... еще так, чтобы оно работало. Я очень радовался, когда у меня появился темный мини-бар. Ооо, достижение! Хотя знаешь, что глядя на гном, мне что-то не кажется смешным. Темный мини-бар, он все-таки существует, и он работает. И не падает. Я, кстати, использовал его в Earth Summit и начинал с первого альфа. То есть, как бы, я прошел все артисты, бета и вообще. Тебе весело было ходить по именному пулю? Я, знаешь, по сравнению с такими именными полями, по которым я ходил, когда свой собственный дистрибутив собирал? А, фигня. Знаешь, у нас даже есть участник, который использует Федоро в Хайт уже давно, и который использует БТРФС. То есть, как бы Федоро в Хайт и БТРФС, да? А бэкапы он делает? Да. А я не спросил у него. А если он еще не делает бэкапы, тогда у него вообще земное притяжение должно выдерживать вес его... Это разработчик Федоро, но вы, надеюсь, понимаете. Знаем так так. Понятно. Вот. Не, ну... Я с первой бета израил, кстати, до сих пор на бета-чанел подписан, мне приходит бета-обновление. С первой альфа было, с первой бета. Я еще помню времена, когда невозможно было сеть нормально настроить, потому что там интерфейс просто в крошку был, и в кашку. Зашибись. Тут просто, не знаю, проблема из мира Linux. Да, спокойно. Вообще, на самом деле, в последние пару лет как бы уже не торт, и проблема из мира Linux стало все больше и больше, на самом деле. iOS падает. iOS 8.0, там Safari падал только так. Я все вспоминаю, как я устроил подлянку с 12 арабскими символами. Он не помнит. Было и было. А, народ тогда массово стал отвязывать свои FaceTime-учетки от электронной почты, потому что можно было по электронной почте закинуть эти символы и приклыли. Да, был делал. А так как с FaceTime нельзя удалить сообщение на iOS, не открыв сам FaceTime, то FaceTime на этом устройстве все. Пум-пум. Так же и смс-ки. Да, так что. Кстати, у нас в конце предыдущего, 21 эпизода, был достаточно серьезный разговор об изменении. По сексе инукса. Да, об открытости. А давай расскажи нам об Apple-ских сервисах, и как ты с ними и без них сейчас. А, сказать так, что вообще ленивый человек, поэтому пока мне прижмет, я как бы особенно убегать не буду. У меня тут втрое висит дурбокс. Брось коробка. Которую любыми действительно тоже могут отключить. Но я пока все-таки в другом городе на букву С. А не Си-Се. Самое, не Симфе и не Сева-Се. Да. Ты пока не клинчанин, да. У меня просто тоже город на букву С, но... То, что... Чуть-чуть... Немножко по севернее. Да, чуть-чуть по севернее, чутка по западнее. Наверное. Так вот. А он клоуд. У него нормальный клиент... Ну как нормально? У него нормального клиента под мобильное устройство нет. Говорю сразу. На айфоне он фоточки заливать не умеет. Но то умеет на... Зато умеет на андроиде. На андроиде у него вроде бы есть уже синхронизация. Да, он умеет заливать, и как бы на самом деле... Это единственный функционал, который мне нужен от файлового облака. Поэтому, используя андроид, можно спокойно анклод в качестве файлового облака держать, потому что... Мне от него нужно чисто бэкап и фоточек. И все. Дальше. Синхронизация контактов. Я это дело вычистил из-за клауда. Подключил аун-клауд. В этом деле поднастроил всю эту синхронизацию. Она одинаково легко шаманится как на андроиде, так и на iOS. Причем, если в андроиде надо стать отдельное приложение, чтобы появилась возможность добавить картдайв-провайдер и синкать через него в контакте, то в iOS все работает вообще из коробки. Это тот случай, когда в iOS функционал из коробки больше, чем в андроиде. Ура, товарищи. Я не вижу аплодисментов. Ура. Да. С остальным я пока не разбирался, но, в принципе, iTunes Match легко может заменить MPD на своем сервере. Да? Я еще докиную пару слов оун-клауде, мы как раз в этом проекте используем для хрени файлов и файлов, и файлов, и файлов, и файлов, и файлов, и файлов. Проверим в конце. Конечно же. Так вот. Не, а инклад, на самом деле, хорошее решение. Я думал, что там еще попробую поставить все файлы или что-то еще, но мне пока и так нравится. Работает и славно. А какими-то другими решениями я только не заморачивался, потому что работает и славно. И самое главное, что я хранил в iCloud, это адресная книга. Я ее перетащил. Все. Знаешь, я смотрю на твой опыт и вижу свой опыт с Макусей диаметрально противоположный. У меня он подход к ее использованию с точки зрения релуксоида. То есть ни одним сервисом от Apple я не пользуюсь. И даже практически ни одним приложением кроме Finder. Я сегодня хотел попробовать Google Chrome. Не знаю, посмотрел ли я на Google Chrome под Макусей. И понял, что остальная скача пока на Safari. В качестве браузера у меня Firefox. В качестве терминала iTerm 2. А Charger Fox не нравится? Да потому что он какой-то, не знаю, кривоватый и хреново настраиваемый. Я сейчас немножко за тысячу километров от своего хакинтоша, но похоже пришлю. То есть начнем с того, что у тебя еще и хакинтош. Да. То есть как бы, ладно просто макинтош, это еще понятно. Но если человеку которого можно легко поставить Linux и вместо этого он ставит макинтош? Да. Это уже и критическая стадия. Понимаете, в чем дело? Если бы под Linux нормально работал Guitar League, я бы запросто мог отказаться от Mac OS X. Это не X, это TEN. Это просто... Mac OS TEN, простите. Вот. Если бы у меня под Linux нормально... Если бы под Linux существовало бы Guitar Rig, который работает нормально, то я бы смог отказаться от OS X. Нет, OS X, простите. Будем переучить. Это единственная софтка. Этот софт, который меня удерживает. На использовании Mac OS X. Виндовлокинг, как это. Да. Но дело в том, что Guitar Rig сделан достаточно качественно. То есть, я не знаю, в свободном мире аналогов я просто не видел. Rekka Rek, который сделан на FLTK, который совершенно вырвиглазится интерфейсом, с совершенно простыми фильтрами. Ну, я не знаю, это далеко на альтернативу не тянет, а запускать OneAzio и запускать Windows версию... Нет, и... Избавьте меня от этого. Нет, я не хочу это трогать. Просто понимаешь, фишка в том, что в мире опенсурса слишком мало гитаристов и слишком много гитаристов. Я понимаю, да. Поэтому с музыкальным софтом вообще все плохо, потому что, например, тот же Sibelius это отличная программа для того, чтобы ноты там, портитуру писать. Есть только Mac и Windows. И все. Понятное дело. Хотя Guitar Pro вроде бы осиленно сделать под Linux, но там, по-моему, только для Ubuntu его собирают. Нет, я пошел в Guitar Pro подарочек в свое время, когда он только вышел. Фишка в том, что его нельзя было крякнуть. Ага. Он не принимал ключей с Keygen'а, а просто падал на них. Вот. И что еще хотел сказать? Хотел сказать, забыл. А, по-моему, Guitar Pro собирают только 32-битную версию. Если я что-то не ошибаюсь. Да, только 32-бита. Ну... Муяки, да. Ну... Примерно по таким впечатлениям писал SystemD. Поэтому в Mac OS есть такой хороший... Не знаю, это еще и SystemD. Это аналог LaunchD, который используется в Mac OS X. Да. И, собственно, SystemD писался не с LaunchD, а писался в основном из SMF. Ну и LaunchD тоже, как сказать... Дожил руку. Оказал влияние. Да, оказал влияние. Что удобно было, то что... Ну, по-моему, в SystemD тоже такое сейчас есть. У каждого пользователя в его домашней директории есть... Директория Library LaunchDemons. LaunchAgents, точнее. В которой можно поместить свой какой-нибудь запускатор какого-нибудь нужного сервиса, который активируется только при логине определенного пользователя. Я, например, так запускаю MPD. Но другая проблема в том, что... Писать вот эти вот пропертилисты и не сойти с ума невозможно. xml, 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 сколько более 3 принес. Вот именно да. То есть... Абсолютно все описывается xml, причем в самом, что не есть в ротском формате. Я как-то пытался это обойти, попытавшись применить шаблонизатор Jade. Если кто не знает, это такой хороший шаблонизатор, который позволяет не писать руками кучей html, когда ты пишешь какие-нибудь вьюшки в Node.js. Вот. Но его также можно использовать для генерации... Хух, Node.js. Хипстота. Я. Ты хипстер. Да, я хипстер. Дело в том, что генерить какие-нибудь простые вьюшки с какой-нибудь простой логикой Node.js для этого очень хорошо подходит. Вот. А писать на нем бэкэнды — это только удел сумасшедших. Кто-то на нем целые редакторы кода пишут. На нем что только не пишут. Редакторы кода. Браузеры пишут. Не знаю. Браузеры пишут. Торрентосмотрелки пишут. Это Popcorn Time, которая? Да. А я хотел ее попробовать. Ну нафиг. Я в прошлый раз про него рассказывал. Мы, кстати, делали обзоры. Кстати, он соборался бы в B2P уходить. Даже то, что он... Потому что он закрепляет собственных VPN-каналов для мощностей для всех своих пользователей. Он согласен уходить в B2P. Ну да, вполне будет больше нового. Хорошая идея. Так вот, к Node.js. Почти к тому, что XML-шаблонизатор коко-коко. Да, XML-шаблонизатор коко-коко. В итоге я набросал какой-то скелет. И как-то это получилось обойти. Но дело в том, что там... Не знаю, по каким стандартам используется это XML. Там, допустим, для булевых значений используются только закрывающие теги. Например, slash true, slash false. И что такое. Сгенерить только закрывающиеся тега, то приходится вставлять именно XML в шаблонизатор. То есть, получилось еще страшнее, чем... Чем было? Изначали вариант. Да. Получилось еще страшнее. Слушаю, что о пакетных менеджерах. Пакетные менеджеры. Их там вроде как великое разнообразие, но постепенно старые инкарнации подыхают. Был раньше Fink, который основан на пакетные... Он использовал, по-моему, Debian пакеты. На него через какое-то время забили. Есть MacPorts, который написан, по-моему, на TCL. Что уже просто прекрасно. Я помню, как я пробовал пользоваться камерам целых 4 минуты. Да, да, да. Я немножко больше. Да, было время. Там чисто консольный такой хардкорный TCL, которым пенетрируют make-файлы. И собирает из них коды. Наподобие того, как это делается в FreeBSD. Но надо сказать, что KDE-шный софт там очень хорошо монтенится. То есть собрать, например, IDE KDEVELOP, который сам по себе довольно сложный софт. Там можно просто нажать импорт, инсталл, KDEVELOP. И он через какое-то время соберется. Ну, да, придется руками еще добавить лаунч агента для D-BUSD. Вот, ну... В целом, оно работает. Да. Что дальше? Есть еще Homebrew. Про него Ленот Поттерн говорил, что он не знает, что это такое. Я, кстати, юзаю Homebrew. Оно написано на Рубе. А оно написано на Рубе. Опять же. Да. Причем, дело в том, что там используется... Вместо make-файлов там, по-моему, используются формулы. Я точно не ковырял. Выглядит няшно. Я смотрел, я пробовал. Знаешь, что мне это напомнило? Это мне напомнило по какой-то дозу вообще. Но что-то такое, но только оно на Рубе написано. Оно достаточно шустро работает. В отличие от Macports не требует root-прав для установки и использования программ. Для линковки. А еще есть такая штука, BlueCask называется. Она позволяет из консольного пакет-менеджера управлять графическими приложениями. Слинковка в Application, пыры-пыры. В общем, для тех приложений, для которых здесь формула, это очень-очень злорваться выглядит. Ну, в общем-то, каской я ставил и это... Inkscape. Ну, с Inkscape как сказать. Единственное, недостаток Brew. Там нету K-Develop. Я только что проверил. Да, вот Kidosoft в Brew как раз таки не мантейнется. Некому? Кто хочет, пускай перехомало. Да, никому. Вот. Вообще, как бы... Да, а теперь о софте. QT-жный софт выглядит примерно нативно. Примерно нативно, а совсем нативно. Сейчас мы все используем мембл, который написан на Qt и вообще нормально. Менюшка сверху, кнопки снизу, все отлично. Но такие не работают. 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 Только через комнату. Только через комнату. Только через комнату. Молчать. Вот. Да. Далее, что вот... Ну, GTK-шный софт, он в основном пускается через иксы. Если, конечно, не собран через GTK Quash. Начнем с того, что GTK-шный софт, он в любом окружении, кроме гнома... Ну, точнее, кроме линуксов, выглядит... Так себе. Так себе. В линуксе... Да и в линуксе он выглядит так себе, на самом деле. Ну, под виндой он выглядит вполне... На самом деле нет. Ты когда-нибудь Гаджим под виндой юзал? Он мимикрирует под винду. Что его юзал? Гаджим под виндой. Такой же оберт-лент на GTK написанных. Нет, таким я не пользуюсь, но гимп... Так вот, он такой страшный. Но гимп... Он такой страшный, боже мой. GTK это такой страх, на самом деле. А гимп, кстати... Гимп, кстати... Гимп, кстати, сам по себе страшен без GTK. На самом деле, это не за всеми проблемами. Начнем с этого. У кого есть гимп без GTK? Вообще-то, с гимпой пошло, собственно, пиление... Да, просто гном взял пулки для кисточек и решил присобачить своему окружению. Почему бы и нет? Просто это был пулки для кисточек. Ну, в принципе, с тех пор изменилась очередь и всё. В общем, GTK остался только для кисточек. Что GTK-фоба уже... Я не понимаю, почему сейчас местные GTK-фоба решили что-то доказать, что GTK-фоба есть на других комплектарных платформах. Что непонятно? Если... Его разрабатывать в основном... Разрабатывать сейчас в основном Gnomer и RedHead, Которые нахрен не упереть, это ваши другие... У тебя уперлись, и поэтому они коммерческие лицензии получают, и свободный софт на них пишут активно. Так, окей, но я не вижу... Здесь просто разные категории. Если кто-то хочет замкнуться на своей отдельной группе пользователей, не смотрят на других пользователей, обладающих, между прочим, большей долей на десктопах, нежели пользователей, на которых ориентирован GTK, то флаг и броки, пускай они будут уделаны 5% использующих GTK и Linux на десктопах. А остальные будут вязать софт на кутях, потому что софт на кутях будет собираться везде. Ну, понимаешь, это сложно объяснить тем людям, что вот я использую этот софт на кутях, и я использую этот софт на кутях на всех платформах. Людям вряд ли, если они используют Qt, например, на Linux, им вряд ли нужно использовать те же самые Qt на Windows, на Windows, потому что обычные люди так не скажут по платформах. Ну, как тебе сказать... Почему тогда, не знаю, многие популярные программы собирают несколько разных платформ, потому что это, наверное, кому-то нужно. Да-да. Даже лечка есть обмендуй по 2STM. Слушай, прекрати. Между плачками я был с лучшим знакомницей разработчиков глючка в то свое время. Чатились. Было дело. Слушай, я... Он на моей гитаре играл. Да. То есть мы с ним знакомы вообще прилично. И как он его видит? Маленький такой, ну, не знаю, не на голову ниже, но... Понятно. Метр семьдесят плач с небольшим пузом постоянно молчит. Теперь понятно, почему он разрабатывает лечка. Но... Типичные разрабатывающие Qt. Но в интернетах он довольно буйный. Да-да-да. У него аватарка с альбома Rage Against the Machine. Да, именно она. Ну, хватит, подохла еду. Это была минутка славы доткуда на TLHP. Ты потом скинь ему линк на подкаст и скажи мотать на 2.07. Я не знаю, стоит ли мне с ним общаться, потому что у него при моем появлении возникает перманетный боткер. Из-за чего? Гитарка не настроенная оказалась? Нет. Из-за большого срача. По поводу личкрафтов. Ну, это... Ладно. А, дед всяких. Вот есть такая штука, дед биф называется. Он у нас на чем написан? На GTK, так? И на Qt. Почему делают на Qt? Потому что нам еще и под нормальные операционные системы компелясь. А не только под Linux. Что такое нормальные операционные системы? Это выбор разработчиков. А нормальные... Ну да. Это для мужеводства. Для тех, кто гитарорик. Ну, как сказать... Кстати, а на каком... Толките... Гуи у MPV? MPV? Да. На GTK 3. Пойду соберу MPV, посмотри. Вот. Дело в том, что MPV отлично нативненько везде работает. Вот. Единственное, что мне нравится в GTK 3, вот что я положительно одобряю. То, что они наконец-то сделали довольно-таки вменяемый... Вменяемое управление темами. Не то, что управление темами. А вот именно дизайн этих... Не то, что дизайн тем. А способ производства тем управления. То есть, это CSS. Я думаю, что этого многим не хватало. Но дело в том, что... Кстати, тему... Извини, перебил. Да. Окей. Сори. Я уже говорю. У GTK есть очень новая хорошая тема. Paper. Если кто интересует... Сейчас у нас еще такая проблема существует. Что в Linux 4 основных поддерживаемых Toolkit'а уже стало. Это Qt4, Qt5, GTK3, GTK2. И между ними как-то надо обеспечивать совместимость. А еще вспоминаем всякие ETK, FLTK, TSLTK. Ну... Но это уже, как сказать... Это уже немножко маргинально. У Qt и GTK есть свои костыри. Но, собственно, они никак не между подформлены. И просто каждый прикручивает как может. А то они не есть хорошо. Так что да, давайте введем фашизм. Ain't Toolkit, Ain't Linux, Ain't Plotering. Скоро так и будет. Не, ну я полностью согласен. Нужно оставить только QtK3. Нужно оставить только QtK3. Вот именно поэтому и не будет никогда... Так ведь не нужно. В Линуксе. Потому что мы тут рассуждаем. А вот, например, в других операционках, что вам поставили, то вы и едите. Да ваше мнение же никому не было. Да даже дело не в этом. Да даже дело не в этом. И в той же Makos'е есть несколько Toolkit's. Например, на том, что QtK пишет, пишет. Вот. И к тому же у Makos'е в свое время тоже был переход. Вот. А с Carbon на QtK. А Carbon создали для того, чтобы классические приложения хоть как-то выглядели в новом OS X, когда он еще был новым. Да. Вот. А потом Carbon... Да, это было еще в те времена, когда про Intel на Mac'ах только во снах видели. Но зато у Стива Джобс уже было внутри в Infinity Club. Just-In-Case подразделение. Которая методично собирала все версии OS X вплоть до версии 10.4, когда сказали, ну ребятки, PowerPC нас не устраивает. С тех пор родились на Kintosh. Что еще хотел бы сказать из своего опыта? Ну, не знаю. А вот, кстати, я сейчас найду один свой конфиг. Мне интересно будет, можно ли на него крутить Hacking Posh. Сейчас поделаю. А, конфиг имеется в виду аппаратный. Да. По идее, Kintosh ставится даже на AMD. Но, наверное, с подлинной ядра. А у меня там Intel, поэтому там должно быть попроще. Еще из опыта, что хотелось бы сказать. Были проблемы с переназначением клавиш. Например, клавиша Play. Железный биток запуска iTunes. То есть, если iTunes не включен, то изображена кнопочка Play, то iTunes будет запускаться. По-моему, это лечилось. Патчем бинарника. Нет, не патчем бинарника. Точно помню. Я, помнится, в 10.7 лечил патчем бинарника. Со времен 10.7 прошло 5 лет. Ну, извините. Вот такой вот конфиг. Ваши предложения. Смотрим, что у нас тут есть. Материческая плата Asus H81MK. Бум-бум-бум-бум-бум. DR3. Так, жесткий диск. 1 кбц от ASIA GT тоже хорошо. Три штуки, между прочим. Корпус. Процессор Intel Original. Core i5. Ну, знаешь ли, по идее, должно завестись. То есть, это вообще быстрый. Последний доступный Hackintosh, который без принудительного доната можно скачать. Это 10.8. iAtcos. Остальные, уже начиная с 10.9, разработчики собирают именно конкретно под железо. То есть, ты им отправляешь 10 долларов донейта. Вот это вот характеристики. И они под нее нужные кекстики собирают. Потом через 3 дня выдают образ. Они гарантируют, что оно будет работать? И гарантируют апдейт? Ну да. Апдейты ставятся. Хороший сервис. Ссылку. iAtcos.me Я. А, и... Ты тоже таким пользуешься? Ну, естественно. Только у меня 10.8. Последний бесплатный. То есть, у меня 7, ты не пользуешься, да? Угу. Вот. Еще что из опыта хотелось бы сказать? Что-то хотел сказать. Что-то хотел сказать и... Пришел на рутрекер, а там уже iSemite бесплатно валяется. Чая ДНТ. Что-то хотел сказать и забыл. К сожалению. По сравнению с... Линуксом. А, да, точно. Очень хотелось бы, чтобы... Ну, в Линуксе, конечно, вряд ли такого добьются для всех приложений. Но... Такое возможно, я думаю. По крайней мере, хотя бы в Gnome. Потому что Gnome любит тырить макосовские штучки всякие. У Apple... Точнее, у Mac OS X есть забавная такая штука. Называется Автоматор. То есть, она позволяет полностью заскриптовать весь Гуй. По-моему, в Gnome такое было когда-то. Было. Было. Было? Сейчас не знаю. Но было вроде. Гномовцы? Что скажете? То есть... Раньше когда-то... То есть сейчас у Gnome его нет. Там что-то такое было. А в KED-ах было точно. Да, я помню. В старом Gnome во втором что-то похожее было. Сейчас нет. То есть, поясняю. Для тех, кто не знает. Автоматор это средство, которое позволяет на любое действие, которое действие любое воспринимается как сущность. То есть, это пункт меню, там, группа файлов или все такое, назначить действие определенное. То есть, запуск скрипта, баш скрипта или, не знаю, выпуск уведомления, что-то еще там, отправить в почту, там, написать твиттер или что-то еще. Вот. При этом можно использовать... А еще это можно скриптовать по хаткей, чтобы нажал хаткей, а оно тебе мышкой сделало переворот с кульбитом и какую-то еще магию. Да, именно так я, в общем, в Finder добавляю пунктики меню. Ну, допустим, если мне нужен какой-то... Если есть какая-то файл-помойка, который работает через HTTP, я хочу, допустим, чтобы только картинки в Finder можно было выделять и правым кликом щелкнуть, отправить. И чтобы это все потом занеслось в буфер обмена, вылезла красивая уведомляшка. Вот. И этим можно было пользоваться. Ну, в целом, в Tunar я примерно такое делал. То есть, там тоже есть отдельно в этом файловом менеджере. Но это касается только файлового менеджера. А там имеются в виду многие другие события, которые касаются еще и общесистемных приложений. Например, включение тэка в iTunes или где-то еще. Ну, в общем, все действия запротоколированы. Да, потому что противлены к синих попал. Все действия запротоколированы. Все действия... На все действия можно повесить более другое действие. Если говорить о Gnome, там очень много делается через G-Settings. Как раз в МВС на реестре эта штука очень много чего делает. Но я этим никогда не пользуюсь, потому что не было причин. Ну и вот я слушаю вашу речь, господа. Вы, мне кажется, просто ищите себе грабли на свое заднее место. Потому что, на самом деле, это звучит как пунеша из расчетства. И я, как Linux-оид, просто мне странно, что люди опускаются к этому. Ну, вообще, как бы сказать, я пользуюсь равно как Linux и Mac OS. Просто у меня инструмент под задачи. В Mac OS все очень хорошо со звуком. Просто идеально. То есть там набор приложений есть. Звуковая подсистема обеспечивает низкий лейтенси. И все эти проблемы со звуком я совершенно не беспокоен. А если хочется еще более низкий лейтенси, можно поставить Jack. Кстати, там, по-моему, есть Jack OS X и достаточно неплохой. Да, он есть. И как раз я пользуюсь для роутинга между звуковыми приложениями и звукозаписывающими. Такими средствами. Ну, это я уже слышал, да. Но это не отменяет кучу других граблей, которые есть в OS X. Но, мне кажется, это то же самое развлечение, как и там уже без DM. Что людям просто страдать. И заклинило к господину Попот. Да. Я не заклинился, я не широкую свою мысль. Нет, мы твои мысль не услышали. Ты можешь потом посмотреть наши записи, твоя мысль спела покрутила по кругу, а концовку мы не услышали. Вот и вся стабильность Linux. Окей, может, мы у меня что-то с туннелем. На самом деле, я говорю, что есть у них, которые нравятся страдать. Как тебе вопрос? Тоже без DM. Спокойный такой серьезный вопрос. А сколько времени ты использовал OS X? Сколько? Час? Деньги? На самом деле. У меня был корпоративный ноутбук, это было, наверное, 4 дня. Ты зациклился и мы не услышали ответ. У меня был корпоративный ноутбук и это все длилось 3-4 дня буквально, пока у меня хватило терпения. 4-4 дня. Ну понятно. Так слышно у меня? Не проникся. Дело не в том, что проникся или нет. Дело в том, что… Нет, просто как будто нравится крутить шестеренки и настраивать систему под себя. А кто-то пользуется тем, что есть. Кстати, подход пользуется тем, что есть, очень буйным цветом идет именно в мире Linux. То есть из Linux хотят сделать продукт, а не набор какой-то технологий. Набор технологий сам по себе мало кому интересен, если мы говорим о мире обычных пользователей. Ну да. Вот, а пользователи, даже пользователи Linux, они хотят готовый, завершенный продукт. Поэтому они ставят Федору. Рафхайт, ДБТФС. Это тоже, между прочим, готовый, завершенный продукт. Продукт для нахождения багов. В общем, ты с собой согласен, да. Ну да, это как раз хороший уровень разработчик, наверное. Если ты разрабатываешь систему, у тебя других вариантов просто нету. Зачем разрабатывать гном и пользоваться при этом не гномом? Бывает такое, серьезно. Ну, не знаю. То есть себя на какой-то период сорвали по гону модератора. Да. За нас полк. За что? Причем такой, знаешь, потому что лора жирненький. Все как мы любим. И там так хорошенечко. На следующий день жовто-плакитная честь лора выла. Абсолютнейшим образом. Как же так? Что же это делается? У нас такие люди-модераторы. Я как раз все это весной началось. Был какой-то тренд. Я, кстати, до сентября продержался со всеми политическими событиями. Да. И будет тренд о войне. На лоре. Кстати, о трендах о войне. Я против всяком этом. Окей, окей. Дай мне закончить. Дай мне закончить. Там будет тренд о войне. Кто-то, видимо, с Украины тоже запостил как раз этот тренд. Началась рубка. Ну и, конечно же, в конце все забанили. В основном, когда чистили тренд, тогда удаляли, конечно же, только жителей Украины. Ну и потом я... Просил, а почему? У меня был маленький тренд, в котором послал всю администрацию Лора подальше и сказал, что им, ну, от этого не могут крыться вот этого всего, но оно их не боится. Ну, что к самим администрации Лора, достаточно одного факта. Максимум Байтник. Все. Ну, понимаешь, у нас в фильмном подкасте такая ситуация довольно открытая. Ну да. Мы там никого сегодня не баним. У нас сейчас в эфире одновременно... Потому что комьютик небольшой, но и мы... Как бы это сказать-то... Сейчас. Ну, как-нибудь скажи. Сейчас напечатаю. А, то есть ты боишься говорить. Ну, ты можешь говорить смело. Мы тебя забаним. Ну, вот так вот. Ну, хорошо. Да. Кстати, да. Я потом среди блондируется, вроде бы уже в третьем поколении, то что... У тебя должно быть страшно. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. 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 Ну, собственно, все равно мы даем сказать... Нет. А на самом деле... Людям. Своей точкой зрения. И это хорошо. Отлич от лора. Кстати, на лоре открыли клуб. Правда, только в одном треде. Шома запилил тред на 50 страниц про санкции. Он его спраздил в толстых, а потом перенес в клуб. Да-да, в тот самый легендарный клуб, который был на две зезли и так далее. И в который постинг закрыли много лет назад. Теперь спокойно в треке поднимается тема, в которой написано раздел форума клуб. Вот и туда. На самом деле, я вот так очень кривенно сейчас говорю, но на самом деле лор последние пару лет... А когда он не был, да? Цирк. Ну, я вроде бы в девятом и десятом году пришел, там такого же ада не было. В девятом и десятом году Тазика уже не банили. Ну, ему не банили. Точнее Тузика, а не Тазика. Тузика уже забанили, а Тазик еще не был модератором. Вот и вся разница. Ну, видимо, но теперь это какой-то сброд какого-то... Часть косит под элит, часть косит под быдло. И все это какой-то адский сброд. Интернет в школах провели. Интернет в школах. Интернет в школах. Интернет в школах. Кстати, я регистрировался на лоре в мае 2009 года именно со школьного компьютера интернет моей школы именно с него. То есть официально зарегистируешься на лоре школота. Ну, собственно, саму школу те, ну, мне ничего плохого. Пока она не начинает врастать, оставаешь школотой. Не, ну, на самом деле, лор-лорома... Вся вот эта зараза политическая... Честно, мне любимое развлечение. Я вот собираю архив... Кто-нибудь что-то никогда знает же? Ну да. Ну вот. Я собираю архив из старых играх в 80-х, 90-х годах. Потом ставлю вселенную медиа-центр и смотрю, потому что смотреть по телевизору интеллектуальные забавы это гораздо лучше, чем смотреть по телевизору политику. Потому что политики в наше время слишком много. И я, честно говоря, уже... Да? Слишком... Аллергия у меня уже скоро будет. А еще такой вопрос. А зачем вообще смотреть телевизор? Ну, как бы, надо бы знать, быть в тренде, что называется. Что у нас нынче на повестке дня. Ну, так это все подойдется, знаешь... Для того, чтобы... Интернет... Интернет, он регулирующая среда. Какую подачу хочешь слышать, такую слушай. Хочешь быть подписан на спутник и погром, подписываешься на спутник и погром. Хочешь быть подписан на Петра и Мазепу, подписываешься на Петра и Мазепу. Полная свобода личности. Кто что хочет, тот, кто и читает. В отличие от телевизора. Ну, если по мне, тогда телевизор там, в принципе, всегда, сейчас практически в большей мере, когда-то в меньшей мере, там уже отрабатаны технологии зомби-ирония. Так как это не только такое слово, там практически, ну, всегда можно сделать ситуацию под свой контроль. Между прочим, нерасистское изобретение. То есть, если... Если все плохо... Это все, опять же, придумали американцы и сделали это экспортным продуктом для всех. То, как через масс-медиа управлять... Не совсем. В принципе... Ну, это все англосанксовские. Англосанксовские изобретения, на самом деле. Англосанксовские изобретения. Ну, в принципе, да. Но, собственно, оно развивается и по сей день. И интернет... И интернет... Что там уже нет смысла, там, американская, не американская. И единственное, что защищает интернет, это именно то, что в интернете множество, так сказать, каналов. Нету какого-то навязанного определенного списка, нету какой-то цензуры, что бы там об этом ни говорили. А, кто? Да, ну, цензура есть, вот тоже. Она из теоретически. Она из теоретически. Практически она оттукнулась. Ну, потому что ее можно обойти. Поэтому... Да, я-то очень хорошо. То есть, если человек, понимаешь, если человек без каких-то сильных предубеждений с открытым мозгом, он может там прийти посмотреть новости там, там, там составить информацию, логически это все обдумать и сделать правильный вывод. Если ты смотришь эти видения... А вот это, кстати, ошибочка. Человек не будет составлять правильный вывод. Он будет составлять вывод, который соответствует его представлениям об окружающем мире и его представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо, грубо говоря. Короче, он не будет составлять противоречащий его сознанию вывод. Насколько бы он абразивно не читал сточники, понимаешь, если человек будет одновременно читать Russian Today, допустим, громадски, он все равно будет занимать не ту сторону, за которую больше плохо, а ту сторону, за которую он душой болеет, грубо говоря. Это не так. Потому что все эти телевизионные сказки, они имеют какие-то реальные факты. И если об этих сказках люди говорят, что есть доказательства, что против, тот человек, который реально посмотрит эти доказательства, он может сменить свою точку зрения. А всякие такие идиоты, безмозглые, простите, ну, им, они что-то не смотри, у них всегда есть точка зрения. Я знаю, что можно смотреть. Братерс. Братерс можно смотреть без опасения для собственного мозга. Нет, Discovery. Это что такое? Я вообще хотел сказать Discovery, но и пусть это тоже будет. Я думаю, те, кто поняли, те поняли. А тут недавно у нас в Twitter, кстати, надо бы призвать, ведущего Twitter The Linux Homefront Podcast не использует Twitter как свой личный. И каждый твит там должен быть про Linux, а не про фильмы там, про запреты там, еще про что-то там. Но у меня просто изнакает ощущение, что ведущего Twitter аллергия на слово «Россия». А ощущения возникают, поэтому личный твиттер и, скажем так, проектовый разделяй. Ну, это хорош, хорошо, я попробую это делать, но, на самом деле, это не для Linux. Ну, допустим, вот твит про кино, про вот это вот там, какой-то там Сатурн, бла-бла-бла, который спиратили в России с припиской, что вряд ли это кому-то понадобится. А вот при чем тут Linux? Без лорговских отмазок, без лорговских отмазок. Ну, потому что Linux используется как для пиратства. Это лорговская отмазка. Ну, у меня уже давно не было нового этого, что я не могу скидить. Это лорговская отмазка, потому что там Linux используется, ла-ла-ла. Это не относится к Linux технологиям, это не относится… Там Linux уже. Это просто касается факта того, что где-то что-то спиратили. И причем, с комментарием я так и не пойду, почему бесполезно. бесполезно потому что никто смотреть не будет типа культурный уровень или бесполезно потому что все уже посмотрели на самом деле инвестор используется чуть ли не во всем как раз то что есть он твите как-то пират в атаки для продукции продукт продакшена самых фильмов что бесполезно это бы мучая у нас только трес что не стоит смотреть но я вообще да да то есть если бы допустим был бы твит о том что да допустим в крыму запретили для обновлений используя используется обновление официальный от redhead плата это было бы прямое отношение какой-то клинической политики ко всему прочему то что там каким-то боком для сперачивания фильма используется линукс до кого это интересует простите но понимаете у меня есть своими видения если вы не согласны один пожалуйста и вообще-то twitter подкаст это можете спросить только мной если хотите вы можете также вести опять же зачитываю из недавнего три дня назад яндекс оказался матерным шпионом mail ur просто отдыхать ссылка и приписка вот кому она нужна эта приписка кстати в цивилизованных странах за такое садят надолго вот кому она эта приписка нужна это уже называется не объективная подача информации а к пропаганда серьезно да ну в этом случае то есть я покажу что россия не является цивилизованной страной и соответственно ты одним техническим твитом опять же в конце твита ты убил технический это сделать политическим как так но я могу это делать ну мне кажется что россия не понятна я не скрываю по моему это просто в чем проблема тут кстати интересно если если нас это все не вырежут из афира потом тесно как люди дотянувшие два с половиной часа вот это все слушать интересно как они будут сделать ставки как в итоге будет вестись twitter и вообще кто читает twitter те те челпи сколько вообще там читателей но если я комментирую то что считаю где-то чуть аудитория и к аудитории надо подавать качественный контент пожалуйста собственно и никто не выросли желание вести твиттер говорит о том что кто-то кто-то за кем-то шпионит и все такое вот приписку эту не надо было давать дать ссылку и все дано кто-нибудь запускал тсипитамп на андроиде понятно тсипитамп на андроиде это отдельный разговор аншет гугл все вся я запускал но у меня не богу сервис теперь запустил google сервисами удивишься да то есть сказать я хочу сказать что даже не в защиту компании в которой я работаю я это в яндексе да общем нет а как же локейшн яндекс украина здрасте вау да кстати недавно яндекс раз уж заговорили о яндексе решил что надо быть полезным и в финляндии финском дата-центре сделали так что теперь тепло которое отводится от компьютеров финского дата-центра используется для оборудового этого поселочка в котором он стоит по-моему круто правильно вот дело в том что я не имею никакого прямого отношения вообще никакого к приложению индекс метро это делают андроид разработчики с которыми вообще и которых я вообще ни разу жизни не видел вот дело в том что нынче у таких вот крупных корпораций будь то гугл будь то microsoft будь то samsung подход don't be evil который пропагандировался так раньше гуглом не работает вот вообще отсыл совсем если ты ничего не знаешь о своем потребителе то ты аутсайдер начнем с того что если сервис бесплатный то тогда ты не пользователь сервиса а ты продукт для того кто этим сервисом владеет потому что все кем-то и как-то оплачивается если ты пользуешься бесплатным сервисом будь готов что твои данные собьют налево это просто закон жизни что твои данные используют для рекламы для чего-то еще потому что нет у нас в интернете благотворительности любые сервисы многомиллионные которые пользуются миллионы людей они они чем-то как бы топ-менеджером надо на машина остальным надо на сервера поэтому понятно что все следят за всем судя поэтому яндекс не яндекс а дамп снимите звуковских приложений будет дамс максовки будет такой же дамп их никто не запрещает собственно там там весь срач в этой теме на хабри потому что это вроде бы можно отключить я помню но на самом деле она отправила данные собственно вот такой фигни в гугле вот именно насколько только я видел нет то есть это просто ранее обновлять на самом деле понимаешь вот система апдейтер для google хрома на виде но секс действует абсолютно как вредоносная программа как вирус который не позволяет себя выкручивать из системы шлет данные налево и так далее и тому подобное это гугл да я их не засудили так сказать цивилизованной стране весь был весь посыл в том что делает так а почему яндексу делать и так это ложный посыл потому что тех воров или каких-то эпохи людей тех же маньяков которые сейчас пока на свободе и не засудили это ложный посыл собственно этот локол который является сотрудником яндекса собственно на самом деле просто тупо горит за яндекс говорит что они хорошие потому что другие плохие называя что в цивилизованной стране такого не было бы это просто не хирургую потому что цивилизованных странах работает google и ничего ему ничего за это не делается цивилизованный google странах франции вроде бы западет 700 миллионов евро штраф за то что они использовали за секунду больше денег вырабатывать но смысл книгах в том что если вы берете не допустим пишите всем приложение одно а на самом деле это другое да это не это не дает вам это просто собственно вранье там не смотри вот для того чтобы франция 750 лямов оттяпало то что не сама франция взяла встал и оттяпало а собрались какие-то люди юристы они пошли и накатали на google заяву если кто-то будет патче имея столько свободного времени возьмете накатать заяву на яндекс и скажу что так и так яндекс крадет мои данные докажет это мне кажется что в россии оттяпать яндекс военное количество бабла вполне вероятно и по имени манинку смотри мне кажется я не веду к тому что там юридических проблем и платит невозможными цивилизованы и так далее а столько в том что нету юриста который готов был бы вот так вот взяться и поднять себе на этом имя например опять же еще хочу заметить что подавляющее большинство те пользователи которые вот решили скудахтать на хабре о том что вот они такие плохие вот они гранат данный они попросту сначала не читали пользовательское соглашение которым это все явно прописано кстати юзер агримент подписал все молодец свободен то есть вам договор лицензию показывали окажет точнее предлагали показывали претензии какие то есть выражайте пожалуйста все в сад до отчасти так но собственно я еще раз говорю если вы врете что вы в том же приложении отключаете эту функцию а самом деле она работает а просто типичная ложь и просто как эти люди называть а вот тут еще кстати доказать надо просто ли это сделано с обманной целью и просто или просто какой-то программист забил забыл забил инициализирует какой-то переменную которая она работала всегда ну да вы по тоже будет киши кстати говоря вот и гула вроде бы и фейсбука но apple слили фоточки дженнифер лоуэнс там все дела до помните было такое все тебя помните внимание драмы освещают на грех на сколько заплатил apple по мамы за ров пострадавшим от этой уязвимости или хотя бы штраф государства по моему там была цифра zero то есть 0 вот и все вот и вот и все что надо знать о цивилизованных странах а там данные не абы кого понимаете для селебрити они как бы иметь денег на адвокатов хочу хочу пока что не слышно решить вообще находит зачем они выдавали пользователям windows по 250 гигабайт халявного места навсегда из-за ошибки в инсталлере которая сносила могла потенциальность и steam но не сносила данные с домашнего раздела это просто ошибка в таком же клауд сервисе вот и которые не привела практически катастрофе но ты тем не менее ошибку свои признали из-за нее расплатились ну apple тоже закрыл дыру как это носится к нашей теме сейчас я не говорю что они плохие во всем как бы понимаешь миром правит не тайная ложа а явная лажа хорошо сказано я возьму это в русске не по моему оригинал что-то принадлежит шаману хочет продать компанию которой он работает это очевидно в общем поняли мы все с яндексом ладно тут уже на счетчике почти три часа набежало я предлагаю на этой веселой ноте с яндексом и прочими облаками загуглиться а на следующей теме фу на следующей теме на следующей неделе пообсуждать вообще приватность данных защищенности и все такое прочее предлагаю если мы за неделю выпустим все таки этот номер я думаю что надеюсь я предлагаю пользователям в комментариях сказать как вы боретесь с приватностью точнее как защищать свою приватность как вы будете за свою приватность какие 100 метров для этого используя какие инструменты вы для этого советуете тем людям которые не еще нет еще не ответы оставляйте в комментариях на ю тубе в комментариях на лоре в комментариях на сайте тех тлх . все у нас там да а делу всем спасибо за сегодняшний камень это было весело и приятно все все ваши вопросы и пожелания команде все вопросы по желанию команде оставите на официальном сайте на доли и так далее. Всего хорошего. До скорых встреч. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо.